Всем привет! Доброе утро всем! Начнём это утро с замечательного копия. И, да, четыре человека уже смотрят. Замечательно, здорово! Приветствуем всех! И для тех, кто, да, пришёл и не особо понимает, что здесь происходит, да, произошла любопытная история в Твиттере, когда, там, канал... Извиняюсь, сначала произошла история в Телеграме, потом я решил немножко расформировать Твиттер, и, возможно, да, я решил такой эффект с Трейзент, из-за которого, собственно, то, что хотелось бы из интернета как-то, скажем так, очистить, оно оказалось, собственно, намного более популярным и намного больше расформироваться. Ну, что поделать. Такое происходит. Ставим лайки, да, друзья, уже один лайк. Слышно, видно, замечательно. Алекс, мы вас приветствуем. Вот. И, собственно, да, вот такая история произошла, поэтому краткое, да, содержание. Я, в принципе, довольно-таки всё написал, но если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задать в чате. Значит, если кто-то пропустил, что, собственно, было, была история с... Ну, шесть человек уже смотрят, замечательно. Была история с моим тостом 21, кажется, января 2023 года, где я просто сказал тост, там, минуты на три, ну, обычно, как это происходит. Вот. И это было как раз-таки вот в Кацидоме, который вчера как раз-таки у Каца даже... У Каца даже это было там фраза типа «Что это такое?» вот. Ну, собственно, вот там висел БСБ-флаг в том числе. Вот. Приветствуем Милану, которая, говорит, фюрер вещает. Ну, что поделать, вот. Единственное из чего-то, что могло бы как-то свериться о каких-то, там, не знаю, националистических замашках, это то, что я пью кофе якобс-монах. Вот. А, кстати, недавно в Питере был забавный срач у Александра Замятина, да, собственно, одного из основателей движения-выдвижения. Вот. Значит, А.В. Авласов пишет «Всем привет!» Алекс М. пишет «Михаил, покажите, где солнце?» Солнца в Белисе нет, друзья, все грустно, печально, и поэтому мы как бы в этом плане грустим и ищем, ищем это солнце. Мы его... Значит, что-то происходит. Значит, вот. Поэтому, да, продолжаем. Значит, история касательно... Да-да, вот был любопытный срач, когда, значит, кофе якобс-монарх символизировал что-то такое буквально пролетарское, да, и там Александр Замятин крайне кичился этим фактом, на что ему оперировал Антон Прайв... Он, вернее, пришел в реплай к Антону Праведникову, который, собственно, заваривал какой-то там фильтр кофе, говорил, вот, значит, я что-то заварил, и Александр пришел, типа, вот, как ты, значит, можешь это делать, вот, там, я... Чем тебе якобс-монарх не нравится, значит, все такое. Вот, такая забавная история из леватского твиттера произошла недавно, я вот на нее обратил внимание, мы ее тоже... Мы на нее обнимаем обращение. Значит, давайте почитаем, что у нас в чате пишут. Значит, анти-унаги, русские вперед. Григорий М. Я тут вместо работы, ну почему? А потому что, я думаю, это интересно подискутировать, пообщаться, и это замечательно. Милана, давай тост за белых детей. Я думаю, тост надо за всех детей, и за детей Донбасса, и за детей, за всех детей, друзья. Давайте выпьем. Продолжаем. Значит, Каа Юнгер, при нем зигует распространиться. Не зигую. Не зигую, это ее мамочка, я не зигую. Так говорилось в песне одной иногентской певицы. Значит, Алекс М. Быть при немом жить вечно. Знаете, как завещал Егор Летов? Здорово и вечно, друзья. И здорово и вечно это дело правильно. Давайте посмотрим, может, там что-то в Титере понаписали и глянем. Вот. Значит, а вот ничего. А, нет, что-то произошло. Что-то произошло. Риги четко разобрались. Ну, Миша, как с ними данные... А, ну, как бы, в общем, да. Начались какие-то разные троллинги и прочее. Да, Михаил Путнев выпил за детей Донбасса. Мне кажется, ничего плохого выпил за детей Донбасса нет, потому что... Кстати, да, друзья, кто смотрел фильм Александра Штефанова, всем его советую посмотреть. Разорвало от него всех, и Z-публику, и какую-то еще. И что самое интересное, конечно, удивительно, насколько мейнстримная журналистка, я думаю, сколько об этом мало написала. И единственная, кстати, СМИ, которая пригласила Штефанова к себе на эфир, которые рассказали о том, что происходит, это была буквально популярная политика. Кажется, что там такое шизовое, какая-то непонятная охрана, а вот единственное, что Фанел пригласили. То есть тут, конечно, понятно, на самом деле, объяснение, почему такое произошло. Вот 12 человек смотрят, здорово. Значит, тут понятно, естественно, почему такое произошло, потому что, конечно же, это вот, ну, когда есть такая некоторая зацикленность на своем пузыре, то есть там, не знаю, выпустил там Навальный новое расследование, конечно же, мы это напишем, там выпустил там что-нибудь еще, конечно, там напишем, даже если это совсем что-то нишевое, ну, просто там люди знакомы. А тут просто, да, вот так вот, человек абсолютно не из тусовки, абсолютно где-то, ну, вне этого мейнстримного, скажем так, движа находится, и поэтому, ну, естественно, реакция у человека, который мало там следил, такой, что за хмырь, может быть, он какой-то странный, непонятный, вот, и как бы, и кажется, как будто это внутризетовские разборки от какого-то там чувака, хотя на самом деле Александр Штефанов сделал. Замечательно, абсолютно антивоенный фильм, я вам советую его посмотреть, буквально вот это такая, прям такой «иди и смотри», как он, собственно, этой фразой препарировал свой фильм в канале, вот, когда он его, собственно, анонсировал, вот. Но действительно, это вот то, что максимально показывает ужас войны, максимально показывает ужас этой мясорубки, максимально показывает, что это просто говно, залупа, пеннис, хер и прочее, скажем так, да, война, естественно, говно. Ну, и это вот очень хорошо показывает, когда ты видишь реальных людей, которые страдают. Типа, ну, вот не абстрактные вот эти строчи в Твиттере, а давайте мы будем донатить ФСУ или не будем донатить ФСУ, или там «Русский вперед», или «Слава Украине», или еще прочее. А вот буквально людей, которые пострадали от этой войны, которые пострадают каждый день, которых, там, не то, чтобы им хорошо жилось, там, до 22-го года, но стало еще хуже. Это мы все должны понимать, и это, как бы, виноват Владимир Путин, который развязал эту войну 24 февраля 1922 года. Так вот, значит, Михаил Плетнев поет с «Дей Донбасса», у каждого из «Дей Донбасса», уже подгорают, окей. Григорий М. Какую-то еще. Майкл Наки, плотная всем нашим. Энти Уаги, как ты относишься к репортажам Александра Ченек из Мариуполя? Кстати, слушайте, мне кажется, здорово, что они есть, потому что, а кто еще из людей относительно, там, не людоедских, скажем так, ну, даже не относительно, абсолютно не людоедских взглядов эти репортажи напишут. Вот, мне кажется, это важно, что это задокументировано, потому что, ну, вот смотрите, там есть оккупированные территории, на них там пустят каких-нибудь там журналистов, которые, под которыми будут фейсбэшники, представляете. Там была же история, когда Штефанер снял фильм, и какой-то за этого инкор говорил, блин, вот как, как он смог это сделать? Вот мне надо постоянно согласовывать все, значит, с какой-то гыбней, которая, значит, рядом. А вот Штефанер взял и снял. Вот, поэтому, не-не-не, мне кажется, здорово, что это есть, что это документируется, что есть фотографии, что есть свидетельства, что есть что-то еще. Как бы это явно лучше, чем отсутствие информации, либо вот этот положняк, типа, а давайте мы никто сюда заходить не будем и прочее. Ну, вот как бы, тут же, как бы, и тут же, какой момент? То есть, по даже Женевской конвенции обеспечивать продовольствием, обеспечивать образованием детей, обеспечивать все вот это вот, оккупирующая сторона обязана. То есть, как бы, к вопросу, когда там начали говорить, там, вот, учителя, которые, значит, раньше были украинские, теперь они учат, значит, на оккупированных территориях людей разговорами о важном. Ну, как бы, вообще-то, Женевской конвенции так надо делать. Ну, не в смысле того, что надо там пропаганду, но факт, что это факт. Вот, поэтому это такой, ну, момент, момент важный. Так, значит, Майкл Найки, Михаил, можете познакомиться с Денисом Никитином? Баблички, друг, как-никак, не знаю, кто такой Денис Никитин. Давайте мы погуглим. Денис Никитин. А, основатель русского добровольческого корпуса Денис Капустин. Сколько Никитин долго... А, нет, я с Никитином не знаком. Еще есть у Никитина какой-то музыкальный исполнитель Денис Никитин. Я с ним не знаком, извините, у меня контактов нет. Вот, поэтому... Сорян. Вот. Значит, давайте... Да, новая неделя началась. Иногентов не было последние два уже... Две недели. Наверное, настолько не хотят признавать Ильюк-россильщика иногентом, может быть. Может быть, происходит что-то еще, может быть, там, не знаю, вот грузинская, теперь грузинская общественность будет переживать за закон об иностранных агентах в Грузии, которые вот буквально сейчас принимают. И там сейчас произошла довольно попытная история. Собственно, партия власти грузинская, грузинская мечта, является, то есть она как-то около, связана с каким-то околорусско-грузинским олигархом. Иванишвили, кажется, его фамилия. Вот. И, собственно, сейчас ЕНДшники, которые Саакашвилиевская партия в парламенте грузинском, развернули плакат, буквально там час назад, кажется, это было, с, значит, там, логотип грузинской мечты, и написано «Русский военный корабль один нахуй». Вот. Вот такая вот пока что там история происходит. Непонятно, примут закон или нет, но есть ощущение, вот я, наверное, завтра, я стараюсь писать каждый вторник какую-то колонку себе в Телеграм-канал. Кстати, подписывайтесь на Телеграм-канал, он у меня в описании написан. Вот. И вот писал я про послание Путина, писал я про ЧВК Рёдан, и вот я что-то думал про иногенов, наверное, написать, потому что это довольно любопытно, и хотелось бы об этом раскрыть тезис, что ощущение, что действительно вот это вот такая новая, ну не то чтобы холодная война, но новая какая-то такая точка обоюдного снижения напряжения, о, кстати, вот солнце вышло, обоюдного снижения напряжения, скажем так, международного, то есть есть подозрение, что там если останутся режимы текущие, что довольно вероятно, то в какой-то момент, если будет какая-то перезагрузка, да, то, видимо, одним из каких-то пунктов, возможно, будет такое, давайте вот мы снимаем закон об иногенах, и вы тоже там тоже снимаете, как-то все-таки, ну окей, ну как вот с ядерными боеголовками, там кто-то, значит, уничтожали, уничтожали, ну, наверное, также с иногенами. Понятно, что американский закон иной, нежели в России, понятно, что какие-то еще вещи, это совершенно иначе, вот, пишет, кома, р, обоюдное удовлетворение напряжения, ну, друзья, у кого как, у кого как, надеемся, у вас, если у вас есть обоюдное удовлетворение напряжения, мы за вас рады, выпьем за вас, выпьем, вот, и как бы, мне кажется, это такой любопытный тезис, или не только сколько тезис, сколько вот мышления, в сторону которого надо, наверное, думать, надо размышлять, и надо, вот, друзья, кстати, скажите, кто откуда пришел, потому что 13 человек, и они волнообразно то приходят, то уходят, то есть, вероятно, куда-то кто-то что-то запостил, может, ретвитнул, и на основе этого кто-то такой, типа, ой, давайте поговорим. Значит, твиттер-аккаунт «Культа личности» решил пошутить про то, что... Так, я из твиттера, а, окей, все из твиттера пришли. То есть, я просто кидал какие-то комменты, стрим, типа, там, где я начал дискутировать, что-то обижаться, еще что-то говорю, типа, вот, и такой, типа, ну, раз уж хотите обсудить, давайте подключаем. Ну, мне кажется, мы тут довольно адекватно и здорово разговариваем. Мне кажется, такой, знаете, утренний эфир, вот, есть это breakfast show у Александра Плющева, вот, может быть, со мной что-то такое же будем проводить по утрам, мне кажется, было бы здорово, и это всем, это всем, как бы, там, кому-то слушать, пока едут на работу, кому-то пока за завтраком, кому-то еще-то еще, можно, кстати, кстати, как идея. Там, у кого-то вечерний стрим, можно делать утрене, мне кажется, интересно. Вот, значит, так, так, да, в Тбилиси, давайте расскажу, что у нас происходит. Тут вчера замечательно выпили с дочкой Борисом Горлицкого в Плохобаре и поговорили о левых, о, значит, о разных персонажах внутриполитических, о разных срачах, было очень здорово, вот, и, в принципе, да, как бы, вот, развортуализация, это всегда здорово, и рассказал, собственно, да, расскажу вам историю тоже однажды в Плохобаре, вот, легендарно. Если туда прийти, то там будет на этом, как его зовут, то там надо, то там в, значит, то там в застойкой на стене написана фраза «Мишу Плетневу не наливать». И в какой-то момент мне бармены рассказали, типа, что люди какие-то приходящие в бар видят эту надпись, такие, о, а у вас Плетнев, типа, ну да, типа, вот даже написано «Мишу Плетневу не наливать». А как это произошло? Значит, в какой-то момент, где-то в мае 2022 года, в прошлом году, месяца 10 назад, когда вот, ну, все эмигранты когда уехали, они просто все офигели, не поняли, что вообще к чему, как было. И, собственно, я прихожу в Плохобар, и, в общем, она работает до часу ночи. Но так получилось, что мы как-то там так тусили, там было человек пять, и мы с владельцем бара, значит, задали ее, что-то тусили, тусили, что-то замечательно, очень душевно разговаривали, и, в общем, в итоге мы там просидели до 4 утра, и бар затыкнулся до 4 утра. И в какой-то момент, как мне потом рассказали, я в каком-то очень пьяном состоянии сказал, типа, знаете, мол, а, типа, в общем, видимо, я уже был в достаточно угашенном, значит, алкоголом состоянии, и, собственно, Дарья предложила, давай я напишу Мишу Плетневу не наливать. Такой, о, давай. И потом я такой вижу эту надпись и спрашиваю, а как она появилась? Такой, так ты же сам предложил. Такой, ничего себе. Вот, ну, в общем, конечно, такая вот история. Значит, да, утром Михаил Плетневу это делаю. Хорошо, слушайте, давайте попробуем такое делать, мне кажется, было бы интересно. Давайте, типа, в 9, можно в 10 по Тбилиси и в 9 по Москве, мне кажется, было бы нормально. Так, Анси Унаги Мишу иди из политики Биллиса. Ушел, ушел из политики, ну, в смысле, я в 4 января как-то на все обиделся и понял, что, ну, похоже, да. Уйду, то есть новые проекты на Халде, какие-то, вот, я сейчас уйду в какие-то неполитические истории, чтобы там поработать и коммерческого опыта набраться, так что бы. А Власов, нужны совместные стримы с Машей Матузной усаживать Твиттер? А знаете, ну, во-первых, Матузная делать со Световым такое вроде делала. Вот, во-вторых, типа, я не знаю, у нас, мне кажется, просто очень сильно по каким-то вещам взгляды расходятся, то есть она как-то более радикальна, там, в отношении леваков, в отношении еще чего-то. Я в этом плане как-то, ну, наверное, достаточно толерантен. Возможно, это будет интересно, что там человек с одной позиции с другой, но обычно такие стримы, во-первых, чтобы, ну, очень важно, чтобы они не превратились в какую-то жуткую дискуссию, такую, типа, вот, там, там, сейчас поссоремся и прочее, потому что у нас есть там ряд строчей. Более того, забавная история однажды была, мы с Матузной как-то что-то начали, что-то мы в Клабхаусе сцепились по поводу каца. Ну, то есть, как бы, ну, не то, что прямо сцепились, но у нас была какая-то дискуссия. И она такая, я что-то говорю, там, типа, вот, там, напиши, значит, напиши, там, что-то, ну, какие-то она сказала, вот сейчас на PRUF тебе скину личку. Вот, она какие-то скидывает PRUF в личку, что-то мы чё-то обсуждали, обсуждали. Вот, это было, типа, в 22-м году. А потом у меня был день рождения, типа, в 22-м году, я, значит, записываю, я такой думаю, ну, надо поздравить. Я, значит, захожу в личку, записываю, значит, Лукошечка, говорю, типа, Маша, с днём рождения, там, всё такое. И, а потом пролистываю, значит, вверх, вверх, да, и она отвечает, типа, ой, Миша, спасибо большое. и, значит, я пролистываю личку вверх и там вижу, что у нас просто какая-то баталия жуткая, такой ничего себе, какой контраст. Вот, ну, как бы, да, не знаю, может быть, если как бы я, я, в принципе, готов, просто но единственное, что у меня, я не умею стримить, в смысле, то есть вот я сейчас только из ютубовской студии делаю, я пытался делать через ОБС, но у меня комп не тянет вообще, то есть как бы, если там это со стороны Маши как-то подключится, чтобы она там, ну, там, меня вывести, там, скайпу, зуму, углмиту и быть в эфире, то окей, а так, наверное, нет. 14 человек смотрят, друзья, ставим лайки, подписываться на канал, я думаю, тогда будет что-то регулярное и хорошее. Вот, но с ОБСом, да, пока что вот с ОБСом надо разбираться, потому что он много жрет энергии на компе и комп меня не вытягивает просто физически. Вот, поэтому нужен либо какой-то другой компьютер, либо придумывать какие-то обходные пути. Значит, так, ой, тут написали, Артем Кисляков, обзор продуктовых рынков от Михаила Блетнева, никак я вас тоже не знаю. Кстати, да, можно, ну, не знаю, я на рынке порой хожу, в Грузии очень хорошие, тут свежие продукты на рынках, вот, в магазинах дороже и порой хуже. Вот, на рынке мясо хорошее, ну, там не везде, конечно, но, в общем, шашлыки делали вот как раз в субботу, очень хорошо. Хлопушки с молоком утром с Михаилом Блетневым. Да, кстати, этот, вот, да, хлоп я купил себе недавно, два месяца назад, сфор не заканчивается. То есть, я купаю молоко, молоко заканчивается сразу же, а хлопья, мне кажется, они еще месяца два будут лежать. Так, мы, Майкл Наким, ну, естественно, не настоящий Майкл Накимович, мы на Новый год запускали салют Беллами. Миша, что думаешь об этом фейерверке? А, я так полагаю, тут как-то меня патролили за... Значит, за этот, за... Ну, да, 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 я так и понял, меня патролили за Дигу, естественно. Окей. Значит, блин, оказывается, на Вагбург, World of Nets, не тянет ОБС, да, не тянет. Утренний трельник, я подняла. Веременцев, ага, ага. Ты, значит, Богдан Бубнов, ты правда не понимаешь иронию или пост-иронию, или это мета-ирония? Слушайте, я не считаю, что я прям не понимаю, то есть в какой-то момент меня заносит, я понимаю. В общем, я как бы, я вот, я отдаю себе очищу, меня порой заносит, и я начинаю обижаться, и начинаю писать крич. Такое происходит. То есть, очень хочется кому-то что-то доказать. Я, говорит, с тем, что, ну, там, у вас какие-то претензии, давайте поговорим. Ну, то есть, как бы, мне удобно поговорить, вот прям голосом обсудить, с глазу на глаз. Не из-за того, что я стрелку забил, там, сейчас мы тебе ее покажем. Нет, вполне себе. Как это? Вполне себе, значит, вполне себе. Как это, мой господи? Черт. В общем, да, вполне себе уважительный, интеллигентный, могу говорить. Значит, Авласов, нужны алкостримы, давайте будем честны. А, значит, алкостримы, слушайте, мысль интересная. Вообще, можно делать коктейли в прямом эфире. Можно сделать белого русского, например. У меня есть сливки, кстати. У меня есть кофейный сироп, где-то водка есть. Кстати, можно сделать. Даже лед есть. Но что-то бухать с утра, мне кажется, такая себе идея. Давайте воздержимся от такого. Значит, Евгений Румянцев. Тот факт, что ты завел стрим, и это есть показатель непонимания иронии. Евгений Румянцев, идите вы к черту. Поговорили замечательно и хорошо. Артем Кисляков. Коктейль белого русского иммиграции. Кстати, вообще, касательно белого русского, у него есть важная история создания. Раньше этот назывался, этот коктейль назывался white beer, то есть белый медведь. И потом, после как раз волны эмиграции сто лет назад во Франции, во французских барах, как раз-таки многие эмигранты из России, 16 человек смотрят, здорово. Значит, многие эмигранты из России как раз-таки заказывали этот коктейль, и из-за этого он стал белым, да, если это была белая эмиграция, поэтому стал белый русский. Вот, поэтому вот такая история. То есть это как бы, это буквально название коктейля, это вот наша история, как бы такая наша вот культура. Вот, ну и как бы потом уже утвердилось и начали говорить, значит, да. Александр Королев, медведи стали русскими. А Евгений Румянцев, у вас в том же направлении, с тем же ускорением? Ну окей, мы послали Евгения Румянцева обоюдно к чертям, ну как бы и ладно. Вообще Евгений Румянцев просто как-то до меня докапывался в титры долгое время. Он сейчас как бы говорит, что он там ничего не докапывался и прочее, там я тупо троллил, но черт знает. Вот. Майкл Найки, прошла культурная экспонансия. Ну, возможно, да, как бы, ну, как бы, тут можно сказать, там типа, самый разделенный в мире, самый крупный разделенный в мире народ. Значит, так, Евгений Румянцев, я, кстати, да, зачем вы до лишних докапывались? Что у вас за контр какие-то, Евгений, расскажите. Потому что вот я слышал, да, какие-то такие там претензии, ваш адрес и прочее. Зачем? Понятно. Если у вас какие-то, можно, можно, если это публично. Если не публично, то, как бы, не надо. Да, вот, в квартире, которую мы еще с четырьмя людьми снимаем в Белисси, я платил до этого месяца 100 долларов в месяц. Вот. Как бы, она такая очень совковая, очень такая, значит, много еще даже какого-то разного сервиза такого совкового, типа таких вот кружек, да, там, тарелок, на которых написано 95 копеек и так далее. К вопросу, когда я там говорю, там, о завтрак советского человека, в этом есть какая-то, ну, доля иронии, естественно, но доля, правда, тоже имеется. Значит, так, Евгений Чесрумянцев, потому что он на пуском месте выцелил, на леде, там, там, ладно, что у меня же в стакане? Кофе, кофе у меня с молоком. Вот, Яков Смонарх. Собственно, я уже шутил про то, что вот единственное, что мне там можно обвинить, что я это, кофе, Яков Смонарх и прочее. Вот, значит, да, значит, Евгений Чесрумянцев потом стало забавно, когда он выбегает из чата, куда я прихожу, еще, а, ну, окей, какой-то, значит, видимо, подпикт личностного характера, и Евгений, видимо, решил на это отвечать. Так далее. Да, Миша, ты какой-то дурачок, пишет, Лика Милкос. Ну, Лика Милкос, я не знаю, что сказать вам, мне кажется, я разного всякого в своей жизни поделал, делал проект приемный, делал компанию, руководил штабом, который пошел на голосование, делал метапикет, делал канал, много чего делал, дурачком прям себя не читаю. То, что я могу реагировать где-то и выставлять себя, наверное, не в лучшем свете, да, вполне, я понимаю. Куда донаты ссылаться? А, донаты ссылаться, кстати, давайте мы создадим, в общем, можно создать донаты в Телеграме, если у вас, если у вас, если у вас, господи, как это, если у вас не российская карта, значит, если у вас российская карта, то можно слать донаты, давайте сейчас я тогда в этом, в описании стрима, сейчас я напишу номер карточки, и тогда мы это напишем. Значит, если у вас не российская карта, то можно это сделать через Телеграма Payment, там можно это отправить, вот, если у вас российская карта, то можно это отправить прямо на карту, сейчас мы это найдем, попробуем, так, сейчас, давайте, давайте, мне кажется, это дело хорошее, и мы, так, не тянет компьютер, вот так, вопрос там, вот сейчас поржали над тем, что, а, вот, кичился, кичился, значит, вот, Плетнев, тем, что у него MacBook 2015 года, а вот он, значит, у него не потянул ОБС, ну да, потому что я не стример, то есть, как бы, если у меня была бы задача стримить, да, я бы понимал, что там, это рациональная покупка, купить себе какой-то более мощный компьютер, мне как бы, ну, такой задач не было, там, монтаж он тянул, ну, более-менее, по моим потребностям вполне нормально, ну, то есть, как бы, может быть, к чему-то большему, но он бы, вряд ли, был бы приспособлен, так, так, значит, отмена, Лика Милкос пишет, ладно, ты, Милашкинс, спасибо большое, это, это, это замечательно, так, product placement, значит, откатись на El Capitan, ой, слушай, не, не хочу, у меня Каталина, и на ней довольно все хорошо работает, я вот даже не обновляюсь дальше, как бы, вот, все как-то относительно, такие, RM силы x86 могилы, вполне себе, да, с одной стороны, с другой стороны, я вот недавно узнал про Intel, вот, которые будут у них новые, они пытаются перейти на 5-нм процесс, но они это вот будут делать к 2024 году, там у них прям roadmap есть, есть интересное, можно просто гуглануть, гуглануть Intel roadmap, давайте, кстати, у нас вот с прошлого эфира, значит, завелась традиция, значит, да, у нас завелась традиция про этот, про то, чтобы, про то, чтобы какие-то вот обсуждаемые ссылки, обсуждаемые что-то такое, их ставить в этом, в, потом в чат, в канал, вот, и поэтому давайте мы вот такой же тоже подборочку, типа, материалы выпуска сделаем, сделаем, промоком, да, что-то начало все совсем шлагать, значит, так, материалы, да, материал стрима, так, так, вот, про Intel, и их, про, да, значит, у них, да, достаточно серьезная история про то, чтобы разбиваться и потеснить и Apple, и AMD, вот, то есть они, у них нету, у них есть проблемы со своим производством, то есть как бы они на TSMC производят процессоры в не таких больших количествах, то есть у них в большей степени свои производства, и более того, они, вот, кстати, к вопросу о политической стабильности в странах, в которых, казалось бы, ничего не происходит, но она, вот, например, Intel будет строить завод в, господи, дай вспомнить, в какой-то из скандинамских стран, или, ой, или в, блин, то ли в Исландии, то ли в Шотландии, то ли еще где-то там, вот, какой-то из стран, в которой, скорее всего, в Исландии, наверное, в которой все хорошо и политически стабильно, и они там будут строить завод, и они вот его строят, как раз-таки, в котором будут произвести свои процессоры, вот, новые, и они вот сейчас пытаются решить эту свою проблему с тем, что они, вот, 5-минометровый процесс пока не освоили, и пытаются его осваивать, но они его будут осваивать очень постепенно, и разными вывертышами, технологиями, немножечко так, где-то, скажем так, халявля и прочее. Но у них, ну, они как бы идут этой дорогой, и у Интела все будет хорошо, поэтому мы еще увидим, скорее всего, даже, значит, мы еще увидим, скорее всего, ну, значит, мы еще увидим, скорее всего, и, возможно, даже макбуки на, на интелских процессорах каких-то, может быть, какие-то модификации, я вот не, 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 не исключаю такое возможности, хотя, может быть, Apple полностью будет на своих, черт знает, вот, но с Intel у них все потеряно, то есть, как бы там, AMD их пока что переигрывает, но это ненадолго, то есть, еще будет, еще будет всякого, еще мы увидим, вот, да, значит, так, вот у нас сейчас мы возьмем и сделаем, тут мы должны сейчас сделать, так, значит, у нас сейчас будет в описании, куда можно занатить, занатить это дело хорошее, давайте мы это сделаем, даже какие-нибудь там 100 рублей, я пойду куплю себе после этого, на честь, вот, есть грузовская карта, есть Тинькофф, и есть ссылка на пост в Телеграме, в которой есть кнопка доната, вот, вы ее можете тоже нажимать, донаты в Ютубе у меня отключены, надо их подключать, я хз, подписчиков они сейчас или нет, потому что вроде какие-то там, какое-то количество подписчиков пройти, вот, поэтому пока что вот так, кого-то может, значит, так, все, мы, значит, сохранили, в описании переходите, там все есть, итак, значит, продакт, у меня на Катарине начались шутки и косяки в работе Прошки, интересно, Сьера была последней, которая была старинной, возможно, не знаю, а Власов, назовите топ-5 лучших кринж сотников, ой, слушайте, наверное, какие-нибудь из, ну, типа Никита Скинхеда, наверное, ну, Марк Артамонс уже тысячник, ну, так, не ладно, он не совсем прям кринж, я думаю, кто-нибудь из, из, а, ну, можно, кстати, взять этого, как вот Depressed Kid, был чувак, который, там, даже за Z был какое-то время, потом какой-то либертарианец, можно его выделить третьим, кто еще там может быть, ну, слушайте, на самом деле, я не знаю, что прям, прям вот кринж-кринж, ну, много разных сотников есть, но можно выделить какой-нибудь, типа, там, не знаю, Настя Хайпфлекс веб, я у нее в бане, в Твиттере, так, вот, назовем кринжом, так, значит, Миша, когда сингл запишешь, не знаю, значит, Майкл Наки, вы в Тбилиси, ну, сейчас Майкл Наки пытается развить меня на зиму, мы так делать не можем, Рома Р, Кома Р, Миша, Миша, расскажи, корот, кто такой Доброум, Доброум это вообще легендарный, все-таки чувак, который, он, типа, долгое время, он сидел просто в своем ютубе, и ничего, ну, как бы, и делал видос, то есть, прям, регулярно, постоянно, и он что-то делал Патруру в Твиттере, но его никто не замечал, а потом произошло вот то, что его открыл Твиттер для себя, типа, вот, последние два месяца, и он стабильно пишет на серьезных щах, то есть, это человек намного более душный, не понимающий Ронни, чем я, вот, и он, прям, на серьезных щах пытается доказывать какую-то свою правоту, какую-то, вот, этот человек там 42, кажется, года, такой-то айтишник, у него, ну, да, все относительно хорошо, и вот он реализовывает свое какое-то желание что-то еще делать вот в такой вот итерации, собственно, вот, значит, и он, да, вот, собственно, как-то реализовывает, говоря, вот там, значит, вы, представляет такую мантру того, что, во-первых, если у вас там татуировки, значит, у вас было плохое детство, если у вас что-то там еще происходило, в общем, придумывает какие-то такие, то есть, ему огромное количество людей говорит, типа, вот, смотрите, у меня татуировки, у меня было нормальное детство, еще прочее, он говорит, нет, вы, значит, не понимаете, вот у меня такая. Этот человек, который закрепился в каких-то своих убеждениях, обознавался в них очень крепко, очень плотно, и очень сильно за них держится, потому что, видимо, если он из них выйдет, скорее всего, будет ему как-то очень грустно, печально и, ну, скажем так, грустно, печально и некомфортно. И, в общем, он за это очень всячески держится, что, типа, вот, нет, вот такое. Ну, как бы, это вот все кринжутся. Обычная такая история. Вот, значит, проблема в том, что в его сторону не ирония, он реально девич, в твою сторону ирония, ну, над Добровым шутит очень много. Апсер, живут ли стримы с Дмитрием Демоновым? А он, кажется, сидит сейчас, нет? И у него какие-то там обыски были, еще что-то? Я думаю, нет, вряд ли будет. Ну, ему не знакомо, как бы, зачем он будет со мной. Я думаю, вряд ли нам есть, чем поосуждать. Вот. Значит, Илья Сухаруков пишет, за много, значит, звездочек, это дело хорошее, наверное, это завидовать дело хорошее. Вот. Ну, завидовать, ну, пусть знает, на самом деле. Белая зависть, наверное, хорошо, она двигает прогресс, она что-то еще делает. Да понятно, что ирония была про Демушкина. Ну, как бы, блин, раз уж задаете иронический вопрос, ну, давайте я буду на них, по, 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 по ничному отвечать. Роберт Агаджанян. Мне же говорил, как вы знаете, кто лучше стримин, вы, Мария Баронова? Не знаю, я думаю, что, вот у Марии Баронова работала в ОБС, например, у меня вот ОБС не работает. Как бы, не знаю, насколько этот факт может, может, что-то говорить. Значит, значит, меня тегают в разных чатах. Давайте, давайте мы почитаем, меня тегнули в какой-то чатах. Вот, все, компьютер полностью начинает лагать, и ничего не работает, поэтому будем с телефона читать, где меня тегнули. Тегнули меня, да, в одном из чатов, Михаил Плетнев повестка уже второй день, охуеть, значит, пишут, а, ну окей. Да, ну короче, похайповал, похайповал, значит. О, кстати, ничего себе, в густапсовом чате, оказывается, на слово Плетнев, есть, а, нет, это не бот, нет, нет, я думал, это у них бот скидывает на слово Плетнев вот эту вот фразу. Почему вам в своих выступлениях ставить, как главное зло именно трансгендеров? Я? Где? Вы с ума сошли, Михаил, я сам трансгендер. Да, это была смешная история однажды, когда я так сделал. Так, значит, окей, значит, так, продолжаем. А в Серж, вот перейдем на 5 нанометров, завяжем бедлагов, возможно, кстати, но нет, я думаю, перейдем на ARM процессора, я думаю, давайте, давайте собирать на новый MacBook тогда, чтобы все работало хорошо, и OBS работал, и все работало, и можно было бы включать стримы, можно было бы что-то включать, хотя, может быть, я не прав, и с MacBook'ов плохо работают стримы, может быть, но я думаю, что может быть все окей, поэтому, кстати, да, расскажите, вот насколько MacBook, ну, новые вот эти вот, на M1 процессорах, пригодны для стриминга, насколько они это все выдерживают, то есть, если резонно это делает, то есть, как бы, стримы дело интересное, то есть, мне кажется, дело хорошее, более того, мне, у меня была идея, однажды написал в Телеграме, давайте, типа, проводим какие-то регулярные такие, там, стримы с тостами, и там, один тост, какой-то донат, и этим донатом, собственно, происходит, там, мы донатим какой-нибудь общественно полезной организации, которая работает в России, что важно, то есть, там, ночлежки, или там, команды против пыток, или еще чего-нибудь, мне кажется, дело правильное и хорошее, вот, ну, давайте донатить на стриме, да, донатов что-то не пришло, спрашивали куда донатить, вот, друзья, значит, Майкл Найк, да, про он ничего в татуировках не понимает, у меня было счастливое детство, а тату с трехлистным клевером, 3-6-ка мне идет, мы вас с этим сердечно поздравляем, Михаил, ваша позиция по трансгендерности и тысяче гендеров, пусть будет, Ксения Ражикова, Миша, хватит бухать, я трезв абсолютно, я пью кофе, все хорошо, я вчера выпил, но не очень много, а так я там, до этого еще, там, дня 4 не пил, то есть, как бы, не надо думать, что я пьян, просто я немножечко порой, где купил стакан, дома был, ну, в смысле, вот в комплекте с этой квартирой советской, которую снимают еще там 4 человека со мной, значит, вот он был, такой вот стаканчик. Тут что-то, кстати, написано, не очень понимаю, на самом деле, что-то там, видимо, какой-то, какой-то советская какая-то штука, вот. Значит, так, нет, не на грузинском, нет, это не грузинский, это не грузинский, это даже, это больше похоже на, даже латиницу. Нет, вряд ли, вряд ли это грузинский. Вот. Кстати, вообще, вот интересный момент, ну, любопытно наблюдать, насколько шрифты, которые, наверное, насколько алфавиты, которые не настолько, скажем так, мейнстримные, то есть, не только кириллицы, но и даже грузинский, вот, там вот с ними проблемы с шрифтами, ну, например, в Совке относительно неплохо смогли адаптировать грузинский шрифт вот под этот вот советский, советский вот этот вот TypeScript, типичный, то есть там в метро, например, даже какие-то остались штуки на грузинском, еще где-то, то есть, как бы вот это было неожиданно, а современных таких таких очень немного, вот, а при этом, еще интересно, я однажды гулял под Белисси, и там была табличка, которая была на грузинском и на русском, она советских времен еще, там какой-то, ну, какого-то, значит, там революционера, видимо, там что-то памяти было, и там даже, то есть там по-грузински написано, ну, как обычно, а русские буквы, они в очень таком грузинском стиле были сделаны, то есть, очень сходные вот с этим, то есть, как вот у Парфенова шрифт русский грузин был, он написан по-русски, кириллицей, но при этом это было грузинским, ну, вот как бы там было. Так, значит, шрифовая графика в Грузии, значит, Евгений пишет, это отдельное искусство, да, но при этом, вот последние лет 30, как бы, все немножко странновато, хотя, например, есть закон, который обязывает все иностранные, ну, все англоязычные логотипы переводиться на грузинский, и, например, интересно наблюдать за какому-то, не знаю, логотипом магазина косметики МАК, да, там, они как-то интересно обыграли свой шрифт, и при этом превратить его в грузинский, или H&M, например, тоже есть, или, например, кстати, вот есть банк TBC, и, это написано там, ну, обычно там есть, как бы, либо TBC, либо по-грузински TBC, и TBC там не три буквы, а именно шесть букв, TBC, там прямо так написано. Анна Борда, я только досмотрел прошлый стрим записи, а тут новый. Анна Борда, мы вас приветствуем, вы на первом стриме были, очень так, тепло отнеслись, мы вас очень уважаем, надеюсь, что у вас все будет хорошо. Советский человек в своей квартире понимаем, а власов пишет, ну, как бы, да. Значит, Михаил, стоит ли в ПРБ сделать федеральными языками английский и иврит? Слушайте, мне кажется, не знаю, я думаю, вряд ли. Зачем? Ну, то есть, мне кажется, вот эта вот задача, а как бы вот эта англификация, ну, вот нам она нет резона. То есть, я помню, в какой-то момент было обсуждение в Твиттере, довольно, причем конструктивное, касательно того, что, друзья, вот нафига вот эти вот какие-то непонятные, значит, малоиспользуемые алфавиты, давайте мы просто все английским заменим. Вот, и все на латиницу переведем, как там, ряд стран сделали. И как бы дискуссия шла-шла-шла-шла, и как бы там было довольно много, ну, аргументов в пользу этого всего. А, вот как раз украинский, с украинским такое было, вот то есть, что, когда вот не все отличают украинский от русского, и когда там человек пишет по украински, они могут сказать, айди ты, черт, ты тупая русня. А на самом деле человек по украински пишет. Вот. И в общем, да, говорили, почему бы Украине тогда не перейти на латиницу. И в общем шла дискуссия, шла-шла-шла, а потом один аргумент, который просто перевесил все, что было написано до этого. Аргумент такой, что из-за этого тексты, написанные до этого, какие-то старые, их невозможно будет, ну, колени прочитать, нужно будет то есть отдельно еще учиться на этих переводчиков, переводить. Это очень много муки, гемора, типа, ну и зачем? Вот, поэтому, поэтому, не знаю, зачем, нужно юбрид ее объяснить. Ну, в смысле, у нас не настолько, есть там еврейская область, но у нас не столько много евреев, или, то есть, я не думаю, если это троллинг, то окей. Так, значит, от чего странновато, прекрасно справляются, в основном, отлично магазы все делают. Мерки, не, ничего не странноватого, они прям здорово справляются, как бы, нет, ничего странноватого нет. Подожди, я, конечно, не скажу. Иностранные бренды очень круто обыгрывают, и, например, Монапо. Не знаю, как он обыгрывает, посмотреть надо. Мерки 3Б, кто-то трет посчитал, да, наверное. Значит, ждем коллапс, Евгений Маккар. Видимо, Майкл Наки опять меня троллит. Давайте мы его забаним. Время исключить пользователей обсуждений. Евгений Чезаруменцев, Мерки 3Б, кстати, Пепси на украинском прям прекрасно. Советую обратить. Давайте посмотрим, кстати. Сейчас их прям найдем. Потому что интересно. Пепси, Джорджио. О, да, а нет, тут немножко не то. Ну, вот я вижу блин, тут вот что-то не... А, ну вот-вот-вот, похоже. Вот этого, да, имеется в виду? Или нет? Ну, любопытно. Так, репрессии в чате. Репрессии в чате. А что другие грузины думают об Абхазии? Считают, что Абхазия это Грузия и Россия оккупировала территорию. Что считают Грузии? Значит, это... Да не репрессии, просто хватит троллиться твой фильм, поднимите. Так, значит, вот, значит, да, присылайте на это, друзья, раз уж у нас такой стрим замечательный. Давайте, да, давайте тогда условимся каждое утро проводить что-нибудь такое. Вот, там, типа, ну, часов в девять утра по Москве. Мне кажется, было бы неплохо. Так, значит, значит, так, так, там, о стрим, так, а кто-то... Давайте мы как раз зайдем. Так, да, я так полагаю, разлетелся, разлетелся твит. да, так, нет, не это, сори, мне минус 30 секунд. А, окей. Что, грузин, так, значит, слушайте, касательно сейчас... Ой, а у меня оказывается только этот... Мне не все сообщения в середине только интересные. Я, возможно, мог что-то пропустить. Давайте я сейчас пролистаю, может быть, я успел что-то пропустить. Но кажется, вроде нормально. А, Михаил Сахалтурит со светом, она свет выставила. А, а, тут про Баранова. Ну да, она свет выставила. А у меня, нет, у меня я... Изначально как было, то есть, это такой буквально стрим, это пранк вышел из-под контроля. Изначально я так и подумал, надо бы, ну, постепенно тренировать умение говорить на какую-то определенную тему без подготовки на камеру. Потому что, действительно, это частая история, что, так, говоришь с кем-то в жизни, все нормально. Я помню, как в 2015 году, 1 января, у меня была история, что я решил сделать стрим на Новый год. Я думаю, ну вот, у меня есть много разных тем, обсудить можно много чего. И я, вот, включаю трансляцию, и я понял, что я все забыл. Просто вот все напрочь. И я просто сижу такой, ну, давайте о чем-нибудь поговорим, не знаю. Вот, и это как бы, я прям помню тот опыт, восьмилетний уже, получается, давности. И я такой подумал, черт возьми, надо бы как-то это исправлять. Так, а, Власов, криншотники имелось в виду, сотники, газомешечных постиков, типа Саши Бочкина. Ой, я помню, у Саши Бочкина был какой-то там твит, который всех взорвал по поводу каких-то традиционных ценностей. Так, значит, я думаю, в Сибири уже почти вечер. О, круто. Да, факты. Александр Королев водка пишет. Так, окей. Значит, попытка контролировать пранк, продолжать его прогрессивно распространять. Ну, окей, как бы, ну, не то, что мы прям контролируем, но есть и есть. Так, значит, да, я хотел настроить, чтобы не было задержки, какой-либо задержки, но вот его что-то нету. Где-то, где это можно сейчас настроить. Я бы сказал, чтобы задержек было минимальное количество. Вот, может быть, я... Вот, да, тут как-то нет ничего. Поэтому, видимо, так нормально. да, значит, неожиданно, абсолютно... Неожиданно, абсолютно... Да, стримы начали как-то... Я, вначале, да, собственно, возвращаясь к теме со стримом, я решил поговорить просто так, тестом, вообще без предупреждения, я написал, типа, вот там, приходите. И пришел, и пришел там, типа, человек пять. А я думал, придет человека два. А потом там был человек семь. И вот, ну, в общем, все. А вот тут раз инфоповод, ну, давайте поговорим. Я думаю, мы замечательно, мы замечательно разговариваем, мы очень уважительно, и никаких проблем не происходит. А те у наги, ты еще тут зачем? А потому, что мы замечательно разговариваем, мне кажется, это хорошо. Вот. Значит, давайте посмотрим, может, что-то в Твиттере поспрашивали, и, возможно, пишут, главное не зигуй. Ну, черт себе. Так, сегодня трибунал... Робби пишет что-то про это, ну, ладно, фиксируем. Так, значит, о, тут Денис Попов решил написать этот, какую-то схему касательно анальников и прочего. Ну, ладно, что-то с ним. Так, Значит, так, давайте мы посмотрим. Михаил привлекает подписчиков через эффект стрейзенд респект. Ну, возможно, возможно. То есть, я как бы, не в связи с того, что я там хочу прокатиться на этой волне хайпа, но раз уж есть о чем поговорить, мне есть что сказать. Как бы, я человек, которому есть что сказать, и как бы вот буквально я не договорил. Поэтому давайте, окей, давайте поговорим. Значит, так, а давайте сейчас надо закинуть сейчас мы закинем в один чатик. И к нам придут еще люди. Вот. Значит, поехали. Миша, пожалуйста, умуляй, что твой ретвит Робби с полярными речами это иронный ролик. Да, конечно. Ну, типа, просто меня уже задолбало, что он троллит такой, типа, ну, хорошо. Отзовусь о нем вот так вот, типа, молодец, спасибо большое. Анти-унаги, по-моему, ты дискриминируешь свою публику, не предоставляя равные с тобой возможности. Замечательно разговаривать можно в видеочате, а ты рассказал разговор, которому у тебя прав больше, чем у других. Ну, в Google Meet как-то не собирались приходить в этот стрим, окей, ну, просто вот кроме вас, уважаемые пользователи, анти-унаги, никто не возражал. Ну, если хотите как-нибудь, можем прям Google Meet строить все, куда-нибудь, подсоединяться. Но проблема в том, что могут, может происходить какая-то такая вещь, типа, что там, кто-то приходит, начинает, как вот, в аудиокомнах был так, пердеет, начинает, что-то зачем. Николай Мореев, расскажи анекдот. Ой, несколько анекдотов есть хороших, сейчас один из них. Сейчас мы его даже, сейчас, чтобы его не потерять, я, как это назвать? Значит, да, ну, давайте, первый анекдот такой короткий будет. Вот, сейчас, три анекдота будет, все, друзья, три анекдота. Давайте, давайте это, запись трима будет, да, должна быть, должна быть. Значит, анекдот первый. Собрал как-то король немца, русского еврея. Собрал и говорит, нихуя себе конструктор. Вот, первый анекдот. Второй. Едет однажды, ой, господи, не едет. Значит, аудитория, профессор начинает лекцию. Сейчас человек посмотрит, замечательно, значит, профессор начинает лекцию, в общем, смотрит там на часы, все, время, начинает лекцию, пишет на доске что-то там, рассказывает тему, проходит минут 15, резко открывается дверь, вбегает, просто ошарашенный, значит, студент, просто забегает, такой, извините, пожалуйста, забегает до последней парты, там, ставит, значит, все конспекты, все начинает записывать, такой, все ошарашенные, обескураженные, абсолютно, такой, ну, что такое? Спрашивает молодой человек, приходится, говорит, молодой человек, вы хотя бы дверь, такой, ой, извините, да, иду, студент закрывает дверь, такой, молодой человек, постойте, пожалуйста, почему вы опоздали, спрашивает, ой, знаете, я больше не буду, извините, пожалуйста, я вот, молодой человек, может быть, у вас причина какая-то, уважительная, ой, извините, ну, меняется, молодой человек, ну, скажите, пожалуйста, студент, ну, скажи, почему, ах, вы знаете, извините, я принимал участие в авторале, такой, ну, авторале, ну, хорошо, ну, в следующий раз будете побыстрее, такой, да, 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 хорошо, садитесь, профессор продолжает лекцию, продолжает лекцию, рассказывает дальше, материал, смотрит по методичке, там, расписывает на доске, вдруг, опять, дверь, значит, открывается, вбегает студент, вообще просто сносит парды какие-то, там, пока вбегает, там, ничего, это там, все, в общем, все опять, скажут, ну, что это такое, господи, ну, такой, молодой человек, ну, что это такое, почему, извините, все, все, он, значит, закрывает дверь, такой, молодой человек, что это такое, вы, что опаздываете, вы тоже срали, такой, нет, и дрочил. Вот. Значит, такой вот у них был. Так. Анти-Унаги. Ты пытаешься поддержать свою позицию в нем большинства, чтобы выдать в себя автократа. Ну, знаете, мне кажется, каждого публичного персонажа когда-либо называли автократом. Такое бывает. Игенич Асрумянцев. Закходит в бар Светов и Гитлер, а бармен справа говорит, налью бесплатно тому, кто справа и налил два стакана бесплатно. Неплохо. Пьер-Тиарн-де-Шарден. Дегони, тебе же хочется? Нет, не хочется. Значит, Анти-Унаги. В бар заходят два либерала, барс, например, собаку. Значит, этник облюдают его поступкой Зига. Тут, значит, за них это Типанцитов. Это нацист, нацист. Ну, короче, троллинг всякий начался. Окей. Понятно. Значит, такие дела. Так. Значит, ну, хорошо. Нет. Мне, как бы, не то, чтобы я пытаюсь прям максимально, максимально, там, не знаю, расхайпиться на чем-то. Но А, ну вот, сейчас. Так. Вот, значит. Так. Да, тем временем история значит, история с Fan ID тут неожиданно привела к тому, что никто не ходит на футбол в этом. Так, значит, Abserge Hot Take армянская колбаса вкуснее грузинской. Да, это правда. Более того, вот, действительно, колбасы в Грузии далеко не самые лучшие. И вот в Армении, да, действительно, вот, как бы, ну, вот, обычно какие-то приличные колбасы. Кстати, украинские колбасы довольно неплохие. Вот. Есть какие-то импортные из России. Но вот армянские, да, довольно неплохие. В Грузии, вот, как бы, в Грузии колбасу делать не очень умеют. Вот сыр умеют, вино отличное умеют делать. Там, еще что-то. Да, а вот с колбасами как не сдалось. Так, Hot Take бутерброд должен состоять из сыра, колбасы и хлеба. Да. В Грузии мало хорошей колбасы. Да. Значит, так, что еще у нас происходит? Фу, сыр, пишет видение румянцев. Мне из-за грузинских колбас только сальчиньон попадался неплохой. Ой, а тут есть местный сальчиньон? Просто я, мне казалось, что он импортный тоже. То есть, вот, я знаю, что в Никоре есть какие-то, вот, нарезки. Вот, что такое. А, кстати, вот еще интересный момент. В каждом почти что грузинском супермаркете, который именно что, именно что, прям, ну там, магазин дома буквально, там прям по дефолту присутствует опция, чтобы тебе колбасу, которую ты покупаешь по этому, по, как называется, значит, колбасу, которую ты покупаешь по, там, на развес, ее тебе порежут бесплатно, все хорошо. То есть, ну, там, в России это было только в перекрестке, кажется, типа, там, в каком-нибудь магазинах, типа, пятерочки, там вот не было. в, значит, так, так, что еще происходит? Меня не прийдет, зиганал, все равно тут пишут, уважаемые, Евгений Эсс, вы какую-то хрень пишете? Приходите на эфир, но я не зиговал. Так. Значит, продолжаем. Я не знал, что у ББ есть сын, пишут, бельчонок черных, не знаю, бельчонок черных. Значит, привет, это правда эфир на всем музыкологом, ли ты? Ну, просто на основе этого, Альтон Толий Антаев, это на основе этого эфира такой получился, вот, так-то, как бы, ну, мне есть что сказать, давайте поговорим. Как бы, мы эту тему, там, буквально две минуты посвятили, тут порой приходят какие-то тролли и шутят, но, как бы, мы просто разговариваем замечательно. Апсерж, в Грузии очень хорошая, вкусная итальянская колбаса и украинский шоколад. Украинского шоколада, кстати, не пробовал, хоть надо попробовать. Я, ну, в принципе, не очень люблю сладкое, вот. Вот, кстати, тут коробка чекопая у меня, и она, кажется, российская. Да, Россия, Торская область, Калининский и Бакстанер. Вот, кстати, что забавно, в России на коробке чекопая там написано, типа, официальный поставщик Кремля. По крайней мере, было, ну, точно до войны, вроде даже и после войны оставалось. Вот, я могу ошибаться, но, кажется, вот. Значит, значит, да, итальянская колбаса не пробовал, украинская шоколада тоже не пробовал, а это Рошен или, а, нет, Рошен в этом, вот, кажется, в России какое-то дело, да? Ну, вот, нет, украинскую шоколаду не пробовал, но я, в принципе, не особо люблю сладкое. Так, значит, в Кутаисе, пока не нашел норму колбасы, пишет Евгений Чесус, наверное, да? Значит, колбаса в Грузии не самая лучшая, после этой фразы в близкой гей-коммунии Реалакантов начался кошмар, смешно. Значит, Апсерж пишет, так надо искать в Дилижане, возможно. Значит, Береслав П. Хот-тэк, сносиски надо резать пальцами, хозяин. Анна Борде, меня удивило, 2022, так, кстати, я рассказал про Фанайди, что мимо меня прошло, ну, ни слова про Навального, постоянно про Лет Шизо. Ой, на самом деле, кстати, вот про Фанайди, я как-то, ну, там немного было, но я как-то даже не обратил внимания. У меня было интересно то, что фигура, вот как бы, Z-блогеров, она как-то так, ну, там немножко было сказано, что Телеграм вот и лояльный, и нелояльный, но как-то на этом закончилось. А, и плюс фигура Арестовича и Фегина, тоже, она как-то никак не была описана, что вот действительно феномен людей, которые поднялись буквально на вот войне, типа там, не знаю, Майклан Айки того же, там, или там, Руслан Норьве. Может быть, здесь какие-то там красные линии, которые надо не переходить, не знаю. Если там будет вопрос, признают ли Парфеновым агентом, я думаю, что да. Я думаю, что определенно да. То есть, его недавно внесли в этот вот реестр Роскомнадзоровский, который следит, и там какие-то доносы пишет. Скорее всего, он скоро окажется в списке. Но вот инагентов пока что нет. То есть, вот, я думаю, завтра колонку об этом написать. Каждый вторник я постараюсь писать колонки. И, наверное, может быть, про инагентов что-то вот напишу касательно того. Ну, то есть, я вот хочу произвести этот тезис касательно того, что, возможно, вот это вот инагентство, оно вот как ядерное оружие было в разгар холодной, в конец холодной войны, что, типа, хорошо, мы это убираем, и вы тоже это убираете. Наверное, может быть, что-то такое будет там во всем мире. Типа там, понапринимали техногентство, типа, ну, давайте все, давайте перезагружаться, как-то вот снизим этот градус. Возможно. Так, значит, покупая российские продукты, ты спонсируешь Путина, каково тебе, слушайте, а покупая, Европа покупает российский газ и покупала российский газ, тоже спонсировала Путина, каково им. Значит, Николай Мореев, отмена. Евгений Чесрумянцев, Рушан Порошен, не знаю. Иван Шалыгин, Михаил, в Грузии же Майнкампф не запрещен свободно продается, можете в следующий раз отрывок зачитать. Нет, я Майнкампф не читал, я осуждал. Апсерж, шоколад Миллениум называется 10 из 10, хотя сладко я не собираю. Хорошо, я запомню. Давайте мы даже, не, ладно, а, хотя мы можем, это продукт стрима, знаете, как вино эфира у Парфёна, вот у нас будет продукт стрима, шоколад Миллениум, значит, значит, Миллениум, да, продукт стрима, шоколад, Миллениум, ум, давайте на завтрашнем тогда эфире я куплю этот шоколад и будем его дегустировать или собрать новости читать. Так, продолжаем, значит, Евгений Чесрумянцев, Иван Шалыгин из Турции не вывезли, а в Грузии не продается. Что из Грузии не вывезли? А, в смысле Майнкампф? Понятно. Ну, или я не встречал, эти продукты продают грузинские применители и продукты русскими релокантами. Так, Майкл Наки. Андрей Белецкий бежал, берехал в Грузии в качестве военного беженца и начал продвигать свою идеологию среди местных. А что, а что за Андрей Белецкий? Я, возможно, не знаю, кто это. Давайте посмотрим. Я так полагаю, опять, возможно, что-то шутит Майкл. А, да, входивших в правый сектор, понятно. Социал-национализм, понятно. Так, ладно, значит, Михаил, почему вы отрицаете Зигу, ведь это не Зетка, менее зашквар. Ну, друзья, все равно зашквар. Значит, плетнев до отъезда пятая колонна, плетнев после отъезда пятая колонка, смешно. Грузинские банки топ, только жаль, что подачу заявки на эти счеты заигнорили. Слушайте, ну, значит, вам не отпросят шутит. Я, когда с грузинскими банками, я как бы действовал следующим образом, просто я понял, что, окей, они когда был вот прям большой хайп всего этого, я просто был немножко в стороне. Ну, то есть, когда там все открывали, все мне что-то отказывали, это я какой-то там ажиотаж спал, я пришел, сказал, здрасте, откроется счет, нет, без проблем, открылся. Вот, потом спустя полгода открыл еще одну банку, что тоже, даже никаких документов не спрашивал. Отдел травли KFC подключился к KFC. Не знаю, какой KFC. KFC тут дорогой, кстати, очень, это правда. То есть, вообще в Грузии стало очень дорого, это вот факт. Значит, пара-папам, тут что-то мне реплает. Пишет, жесть, ебан, что-то, ну ладно. Какие-то оскорбления пошли, ладно. Значит, Миша, ты меня виноват, что-то тут. В общем, пошутили. Все пошутили. Значит, окей. Хорошо. Значит, Михаил, если вас встречи на улице, скажу, как пройти в библиотеку, вы пока что правили? Нет, я покажу вам точку в угол картах. Вот, что я сделал. Артемий Леван. Майкл Наки, у меня закончили шутки про нацистов. И хорошо, Майкл Наки, не будем, что про нацистов. В TBC 2-го, 3-го пытки люди счет открывают, то типа норма. А они открывают после отказа? Вот я, не знал. То есть, мне открыли сразу. То есть, мне, я пришел, сказал, здрасте, я такой-то, такой-то, вот типа открыть счет. Ну, скажу, окей. Значит, поэтому, не знаю, разные менеджеры. А, если разные менеджеры рассматривают, то окей. Ну, вот у меня была русскоязычная менеджерка, которая прекрасно все объяснила, показала, вот, потом позвонила, сказала, здравствуйте, Михаил, ваши карты готовы приходить. Спасибо большое. Ты просто кидс покупаешь два раза. А, то есть, так, вот в блоге вроде там кидс, если ты один раз купил, то второй раз уже не получится. Десять лайков, друзья. Прикольно. я как-то такой нишевый блогер, который тут что-то рассказывает. Значит, так, много реплайов всяких, всяких приходят. Окей, ладненько, ладненько, ладненько. Так, значит, что происходит? По лентильник, никакого уважения к роботекам. Так, а я так полагаю, да, стрим-то по этого распорсится. Пять квотов. Значит, окей. Пять квот твитов. Пять квот твитов, замечательно. Кидс существует отдельно от банка. А, в смысле, типа, ты его заполняешь, и типа, либо его тебе одобряют, и банк говорит, а, окей, либо ты не прошел этот уровень, и заново проходишь. Возможно. Апсерв пишет. Михаил, давайте делать стартап. Удобная мобильная мебель трансформер из композитных материалов, которую удобно повозить в чемодане. Для национальных бомжей такие же, как мы с вами. Может быть. Не знаю, я стартапы пока не делать не умею. Может быть, когда-нибудь поделаем какие-то стартапы, и не только общественно полезные, типа, сервисов, приемные, а еще какие-нибудь коммерческие, мне кажется, было бы интереснее дело. Что ж, друзья, у нас постоянно в эфире человек 10 смолен, сейчас уже 13. Мы уже час вещаем. Мне кажется, это здорово. Значит, Винни Румянский пишет, но я считаю, что нужно быть тотальным нищим правилом оставаться в кредо. Я, кстати, тоже заполнял заявку кредо, и они меня одобрили, а потом мне сказали, типа, Миша, не иди туда. Причем я не платил ничего за заявку. Вот. Значит, они мне сказали, приходите for, там, completed process opening your bank account. Вот. И, собственно, они... Я, в общем, мне показало несколько человек, типа, Миша, подъездов к банку Джорджа, мне банка Джорджа сказала, типа, окей, все окей. И я пришел к ним. Вот. Потом, собственно, на нее купил этот проездной на месяц. Ой, господи, на полгода. У меня за 150 лари пройдет на полгода, и я езжу каждый день на автобусе. Мне все хорошо. Так, значит, давайте посмотрим. Ничего нового как-то не приходило. Значит, про кого вам? Вступило 3 доллара от одного из людей, кто подписался, типа, регулярно донейтить каналу. Спасибо большое вам за это. Вы можете это тоже сделать. Значит, пишет Настя Михайлова. Миша, тебе нужно удалить твиттер или у психотерапевта одно из двух. Я терапию хожу. Терапию. Я пошел. Значит, так. Значит, про... Ой, ты еще лайков набрал твит про Сергея Прокофьева. Вот, хорошо. Это дело хорошо. Так, друзья, давайте, а не год про шляпу будешь? Про шляпу. Купил мужик шляпу, она ему как раз. Ну, значит, она ему как раз. Порадуемся за него. Так, 15 человек. Смотрите, друзья, кто подходит, подсоединяйтесь к эфиру, пишите что-нибудь в чат, чтобы мы с вами поздоровались и там как-то пообщались. Если есть какие-то вопросы и что-то хотите там накинуть и прочее, то вот. Так, Кукич говорит, что да, видимо, это вот анекдот. Я этот анекдот знаю. О, так, анекдот, кстати. Я забыл про анекдот. Вот, замечательно, абсолютно. Сейчас мы его найдем. Удалил Миша твиттер, а он ему как раз. Ну, может быть, может быть. Купил, да, Михаил Петнев галочку в твиттере, а она ему не как раз. Значит, комнату озарила яркая вспышка, в шляпе была противоприходная мина, возможно. Бомбануло, так бомбануло. Это серьезно. Значит, у нас есть так, сейчас. Значит, значит, про вам. Блин. Ну, где? Сейчас мы найдем. Вот. Пошел. Значит, анекдот. Поезд. Четыре женщины едут в купе. Одна женщина говорит, типа, ой, я вот, знаете, я вот так люблю коммунистов в сексе. Они такие усердные, выполняют, перевыполняют. прям, другая такая, ой, знаете, не, 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 я вот люблю монархистов. Вот, как бы, они, вот, они вот, как мне к королеве относятся. Третья такая, знаете, ой, нет, вот я вот, нет, у меня вот другой вкус на мужчину. Я вот, знаете, вот анархистских взглядов мужчины люблю. Вот они, у них вот нет никаких вот грамок, ограничений. Вот у них вот безбашенные просто вот, четвертый такой не у них. Вот, знаете, не, вот я вот, я вот не согласен со всеми вами. Вот у меня, вот мне очень капиталисты нравятся. Вот они вот важные такие, ухоженные. Значит, тут, значит, громкий звон, значит, окно разбивается в купе, влетает на огромную скорость, и школьник, значит, значит, влетает, значит, лежит на столе, такой смотрит, оборачивает, такой, ебать, политические координаты. Вот, такая вот, такой вот анекдот. Д4НВ1У, всем привет. Привет, Д4НВ1У. Кукич, привет, Евгений, это я, еврейский. А, еврейский антигерой, здравствуйте, мы с вами общались как-то, здорово. А можно вечером стримы гостям зайти, на 8 марта подарок для прекрасных дам? А гостям, я не знаю, как сделать, просто у меня, то есть, можно делать какой-то совместный стрим, вот ютубовским, просто, я опять-таки говорю, ОБС работает плохо, рестримить сложно, Комб не выдерживает, поэтому, если ютубовским каким-то способом это можно сделать, то да, а если не получится, то сорян, как бы, не выдержит. Ну, то есть, как бы, тут нужны просто аппаратуры более мощные, у меня ее нет. То есть, можно сделать как-то, например, найти какой-нибудь режиссера стримов, и чтобы на его компе это все превращалось в что-то приличное, и там он кодом, там у него был ключ стрим, он это стримил сюда, в канал, а так можно, наверное, сделать. То есть, и мне надо было исключить на фонток, вот на веб-ку что-то говорить. Вот, как вариант. Но, ну, можно вот так, наверное, если кто-то готов помочь на волонтерских началах, либо, не знаю, мы соберем тысячу рублей на это что-нибудь, там, не знаю, чтобы пиво купить, то можно. Стрим на 8 марта с донатами антивенового финишского движения, а у них все хорошо с донатами, мне кажется. Надо помогать, мне кажется, тем, кто в России, в первую очередь, работает не подпольно даже, а вот продолжает свое дело на тем, потому что, во-первых, как бы, сейчас вот признают их нежелательной организации, допустим, и потом будут у многих людей проблемы. Мне кажется, ну, не смотря на то, что, как бы, фаз классный, типа, мы с Дашей Серенкой порой пересекаемся, где-то убиваем и проще, но, типа, я, ну, я не думаю, что есть рецепт. Мне кажется, можно каким-нибудь насилию нет, например, пособирать. Вот, как бы, они относительно не супертоксичные, либо еще каким-то фондом против домашнего усилия. Мне кажется, вот эта идея хорошая, кстати, можно попробовать. Но я не знаю, просто это надо как-то, это надо же, то есть, типа, как мы это делаем? типа, там, человек отправляет донат, присылает, не знаю, нам опруф, что он задонатил, и там, она задонатила, и мы после этого что-то делаем, не знаю, тост поднимаем. Ну, можно так, конечно, какую-нибудь боту создать, но, а в автоматическом режиме мы это пока не, ну, я вряд ли думаю, что это можно осилить, потому что, ну, не получится, типа, ну, потому что так. Так, значит, привет, еврейские консервировки, это я Евгений, тут надо написать, сейчас я напишу это сообщение со всех аккаунтов. Так, Кукич, стрим на 8 мая, так, помогите нам, мы ЛПР, СПВ, у нас пустит казна, мы в РФ в большинстве своем. Слушайте, а я, ну, просто, без негатива, я просто не очень понимаю, что можно, на что можно собирать вот организации именно политические. То есть, одно дело, там, не знаю, вот тому же, как это была, крепость, да, была у ЛПР, да, или у Светова, или у Вашинского общества, типа, про шелтер для жертв. Как бы понятная история, которая там на что-то влияет, ну, типа, ты вот отправил энное количество денег, это помогло там энное количество, значит, пострадавших девушек. Понятно. Что, на что можно потратить деньги, там, ЛПР, не в смысле того, что там вы бесполезные, какие-то моменты люди, не-не-не, ни в коем случае. Я просто скорее в контексте, что, ну, типа, ну, типа, как бы акции сейчас проводить, ну, хз, там, на штраф кому-то собирать, ну, я не знаю, если штраф есть, то давай, можно штраф, конечно, собирать, но я тоже не знаю. Значит, если, там, на какой-то СММ и прочее, ну, черт знает, не знаю, мне кажется, ну, как бы еще и цели фандрайзинговые, они не очень понятны, чтобы когда ты понимаешь, ради чего-чего делаться, то да, это как-то просто, а если нет, значит, на существование партии, ну, мне кажется, партия на сердцах, партия на сердцах, мне кажется. Вот. поэтому я не думаю. Так, что-то меня опять видит потегль. Бля. Значит, мне что-то кто-то написал. Так. Как ты объяснишь это? Понятно. Короче, начали, что, в общем, начали, взяли видео с моим тостом и начали на него поставлять разные всякие аудиозаписи, в которых либо какие-то фашисты говорят, либо еще что-то, ну, понятно. А что, мы редакции у нас запополучают, например, да, я понимаю, то есть, как бы, там, посты делать и еще прочее, но, как бы, во-первых, я не суперсторонник либертанских взглядов, вот, и, как бы, наверное, тут есть какое-то идеологическое разногласие, как бы, конечно, не буду там спорить, что-то, вот просто. То есть, при этом я понимаю многие взгляды, как бы, и левый, и правый, и много, то есть, там, мне предъявляется, почему ты, не знаю, и при этом также, там, с Белл и Рапопорт, там, с, вот, вчера, позавчера обсуждали деколонизацию с, и, там, деколониальную теорию с Машей Лакерциной, которая, вот, Шутницы Гороховой, которая из, я говорю, Фрика раньше была, пусть потом ее выписали, еще что-то, как бы, вот, я, не знаю, как бы, я, я в этом плане все, как-то, у меня все, я достаточно, толерантен к разным взглядам, как бы, и более-менее понимаю, что, мне вообще, на самом деле, интересно, когда они будут написать какой-нибудь политический фикшен, в котором будут, прямо, то есть, очень разные позиции, и при этом, ну, я подставлю, как автор, не симпатизировать никому из них, там, и, то есть, там, человек, левых, они, как бы, спорят, дискутируют, там, ну, просто эпизодически, там, еще какие-то другие происходят, вот, но в этом раскрывается, читатель может почитать, порефлексировать самому, как бы, вот буквально дебаты только в книге, и без каких-то, ну, то есть, с каким-то драматургическим, там, посылом, еще что-то, ну, тост на английском, мой фаворит, спасибо, D4NV, а вы кто? D4NV1U, я не знаю, тост на английском, я тогда был, кажется, да, я был настолько, в общем, не стеснялся, скажем так. Значит, так, значит, а у тебя какие взгляды? У меня было, я был больше таким правым либералом, наверное, до войны, сейчас как-то я немножко уехал, чуть-чуть влево, в сторону, просто таких более, так, центристских позиций, очень, вот, и у меня, я как бы, очень много, чуть-чуть, наверное, доформировываю, я бы так, наверное, сказал, потому что, ну, чего-то я не все, я понимаю, я не идеальный, не все знаю, надо учиться, учиться, рефлексировать, думать и рассуждать. Значит, реакция Ильи Половника пишет в чат. Михаил, добрый день, давно хотел узнать, понятно, да, значит, решил Илья Половник потроллить, сказал он про мать ебал, естественно, вот это вот, ну, конечно же, конечно же. Значит, бери в редакторы, вот я кивлен, бери в редакторы, Курич, значит, я Диана Чуркусия, ой, приветствую Диану Чуркусию, рад тебя видеть. Значит, Бич и Нвич, привет, Миша, книга из седей Огонь, дерзай, когда-нибудь, когда-нибудь, я пока это, я хотел бы что-нибудь написать когда-нибудь, но... Курич, когда-то творчество антикайпа, знаете, я долгое время к Славе КПСС относился очень скептическим, то есть, мне вот казалось, вот это вот его форс, типа, зачем и прочее, вот, а потом я неожиданно познакомился с его бывшей, как-то я приехал, ну, то есть, я заезжал в Россию в августе, вот, я паспорт делал и плюс еще там ряд вещей разбирался. Вот, значит, и мы как-то затусели в Казани, я даже помогал, как раз, а, я, собственно, помогал тогда писать харваржировку Лукемина, собственно, там была такая забавная история. Вот, в общем, да, та, собственно, твитерская оказалась бывшая Слава КПСС, и мы здорово поговорили, я, в принципе, понял, ну, то есть, что Слава, во-первых, намного умнее, чем кажется, вот, и он, как бы, такой тролль. Но мне не нравится эта, вот эта вот стратегия ведения какого-то публичного имиджа, то есть, как бы, есть вот люди, типа Робби, да, которые тоже, наверное, сейчас это эфир стрелит, но я это называю такой коллективной, такой, стратегией Славы КПСС, то есть, ты, как бы, там, позоришь, ну, специально говоришь, вот там, я вот всякие баллы проезжаю, как бы, мне это, ну, вот эта вот вся супернесерьезность, она мне не совсем прям нравится, вот, при этом его интеллектуальный потенциал, скорее всего, выше, чем может казаться, я так полагаю, вот, поэтому, да, у него неплохой очень альбом «Бутербродский 2», мне действительно это понравилось, и это большое, это такая, ну, это хорошая работа с пронизанной такой, большой болью того, чего произошло за шторм февраля, большой любовью к своему народу и большой, ну, как бы, его вот ратыванием за него, и там вот досталось всем, как бы, хорошим русским, этим, то есть, многие говорят, что вот есть там альбом «Длится февраль» у Влади, я вот его не слушал, надо послушать, вот, но, вот, у Славы КПСС, про который мало кто написал, но, вот, «Бутербродский» это прям очень хорошая работа, она вот вышла в декабре, кажется, прошлого года, то есть, мне это прям праздничает, советую послушать, вот, друзья, к нам начали подъявляться какие-то зрители, уже 21 человек смотрят, я не ожидал, во-первых, кто пришел, откуда, вот, и как бы, так, послушать, «Бутербродский 2», да, 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 я уже сказал, очень сердечко, да, значит, так, Михаил, доброго времени суток, как вы, если в будущем как политик, Илья Ганфор пишет, Илья, здравствуйте, мы с вами как-то замечательно тусили, вот, и записывали вашу пародию на Михаила Светова, было весело, значит, вижу в будущем себя как политик, на самом деле, вот, я на прошлом стриме, когда отвечал на этот вопрос, я вот не особо стремлюсь, на самом деле, куда-то избираться, честно говоря, даже в пустпутинской России, то есть, делать какую-то важную общественно-полезную работу и там вкладывать свои, в том числе, деньги в какие-то общественно-полезные проекты, да, это дело хорошее, мне кажется, важно, значит, но если говорить про, там, какие-то там желания куда-то избраться, кем-то стать, чем-то руководить, я, наверное, не очень хотел бы, то есть, там, помогать, консультировать что-то, там, какой-то общественный запрос создавать, да, там, делать параллельно какой-то бизнес, который тоже что-то там, социальная ответственность бизнеса, да, мне кажется, долго и интересно, вот, а так вот, поэтому, ну, то есть, я вот сказал, что из политики ушел, конечно, да, это было сказано в сердцах частично, то есть, как бы, я приостановил какие-то проекты, создание каких-то новых проектов, еще что-то, как бы, я вот это сделал, но касательно каких-то таких вещей, ну, черт знает, как бы, вот, значит, сейчас мне в телеграме написали, вот, значит, поэтому так, значит, поэтому, да, не особо прям вижу, прям, как политик, то есть, ну, как-то вот ушел, может быть, вернуть, может вернуть, ну, просто понятно, что, когда находишься в эмиграции, сложно говорить, там, вот я политик в эмиграции и прочее, там, потому что в какой-то момент переключаешься, вот у меня было интервью на МСК 1.ру, как-то, и там у меня буквально первый вопрос был, типа, вот, как ты себя сейчас можешь назвать, и я сказал, типа, ну, скорее, я какую-то такую длинную формулировку сказал, что это, я себя вижу, как, относительно, неравнодушный гражданин, старающийся делать общественно полезные ид-проекты, находясь вне России, не опасно, что-то такое. Вот, значит, Робби не позорит, Робби не позорит, не понял, не шаришь, так, Робби использует прокачанный скилл ироний, ну, да, но он просто вот начинает как ты. Так, АЛ, Михаил, очень рада, что попала наконец-то к вам на стрим, а то следила за вами только в интернете. Мне кажется, что вас травят только тупые хейтеры, а у вас есть будущее, я за вас голосовал. Спасибо большое, АЛ, значит, не знаю, ну, как бы, в общем, я, ну, то есть я понимаю, что я не умею порой реагировать на тропик, я осознаю это. Порой меня заносит, да, заносит. И так далее. Значит, так, еще вопрос до конца. Как у вас на личном фронте? Ой, слушайте, а это в какой-то момент в интере были мемасы про разное всякое, что во мне говорят про личный фронт, поэтому давайте пока что отсюда не будем. Так, значит, кстати, да, альбом не заметили, а он бомба. Слава сейчас, как я в СПБ, чувствую изнутри, очень хорошо, да, это важно, чувствую изнутри хорошо, вот я как бы стараюсь, чтобы изнутри чувствовать и общаться с теми, кто остался. Я бы даже сказал, не то, чтобы остался, а скорее не уехал, скажем так. Хотя неправильно, не знаю, какая более корректная формулировка, потому что если говоришь остался, как будто там, можно это интервьютировать, как типа вот человек принял решение остаться, да, или просто, что нет, возможно, что нет. Так, вот, ну, я вот стараюсь, вот чтобы не оторваться от рельсии, колонки стараться писать. Вот каждую неделю, прям я вот прям начну себя заставлять, чтобы вот прям написать текст, какую-то, записать там аудиоверсию и там, чтобы как-то, ну, чтобы потом даже просто прочитать, типа вот что мне казалось в тот момент, насколько там, не знаю, прогнозы были, если там ощущение было верно. По крайней мере, я пишу прям вот, что кажется нужно. Так, бутербродские два топа, хорошо. Значит, так, это так, что думаешь по поводу иноносучающего трансукраинского перехода? Это, мне кажется, такая, большая, мне кажется, грустная очень история про, наверное, отсутствие какой-то собственной идентичности и какое-то прыгание по разным вещам. Жалко, жалко, на самом деле. То есть, вот мы как-то с Ваней пересекались в мае прошлого года, я как-то бегал, ну, я ночью как-то бегал, я бегом старался заниматься, сейчас немножко забил, но буду стараться опять. Вот, я как-то бегу и такой, о, Миша, о, здорово. Мне уже поздоровались, как-то нормально, но больше после этого не виделись и потом он, например, гадость переписал. Жалко. Значит, Рекс или Павланика. Михаил, а когда же перепутны, что ему скажешь? Здравствуйте, не знаю. Ну, вот это такой очень странный вопрос, я не очень это буду писать. Так, кастрируем, мутишь, да, вот была шутка про то, что там, значит, мучу ли я с Настей Гофт? Нет, не мучу, и многим хотелось бы, чтобы мы мутили, но не Насте, я этого не хотел. Значит, Майкл Наки, сегодня утром, прошу негадочное похужение на Константина Малафеева, зрители описывают поздравления как невысокого мужчину с бородой и большой головой. Курс троллинга за тысячу рублей в час. Друзья, не надо троллить. Ну, в смысле, троллинг, конечно, прикольно, но, наверное, я воспитан как-то вот в такой среде или в каком-то таком вот мировоззрении, что все должно быть серьезно и хорошо. Так, Майкл Наки по описанию. Я, с кем вы хотели подебатировать в будущем? Подебатировать? Да, много с кем, наверное, не знаю. Ну, то есть, ну, мне интересно, наверное, вот, наверное, с Белл и Рапопорт, мы с ней хорошо общаемся, но мне не интересно прям подебатировать, то есть, как бы, ну, вот, уважительно относиться друг к другу, вот, именно просто, вот, как бы, подискутировать, чтобы описать свои позиции, чтобы аудитория какая-то могла что-то о них там сказать, то есть, как бы, вот, Белла очень левых их взглядов, я не очень левых взглядов явно, и я думаю, мне кажется, было бы интересно. Можно с либертарианцами какими-нибудь, ну, не со Световым, мне примерно понятна его риторика, они, например, как-то очевидны, ну, может быть, с кем-то как-то, ну, более углубившимся в теорию какую-то, вот, либертарианскую, типа Баженова или Пожарского, Ну, хотя нет, Пожарский левеет очень сильно, поэтому, наверное, вот, но, не знаю, вот, кем еще, наверное, можно с какого-то совсем другого фланга, потому что все равно какое-то общественное примирение, я думаю, будет происходить, потому что иначе это будет совсем уж плохо, и общественный раскол, и прочее, и как бы, как бы нам не хотелось, типа, вот эти мрази должны сидеть, и прочее, какие-то, конечно, останутся на свободе, и все равно будут составляться часть российского общества, и как вот, и в поствоенной Германии, и, так, в поствоенной Югославии, еще много где, то есть, как бы, вот это эхо, оно будет, вот, это как бы такое, много было разных несправедливых, ужасных поин, но люди, как бы, от них остались, это осталось в культуре, и как бы, вот, ну, подебатировать, типа, а правильно ли это было, и прочее, я думаю, ну, вот, если кто-то захочет, просто вот Z-публика, она не очень, она как бы, намного меньше даже хочет мириться с кем-то, даже вот условно, там, не знаю, либеральная какая-то общественность, типа, людей, которые, ну, казалось бы, совсем системные, типа, там, Венедиктова, там, Пивоварова, там, еще кого-нибудь, ну, если будет какая-то там, ну, не то чтобы отцепель, но какая-то скорее, ну, даже демократизация, скорее такой пункт, что нужно какой-то общий враг, но они готовы вернуться в это, чтобы государство их не пускает, а вот Z-публика, она не готова принимать кого-то еще, они вокруг себя врагов ищут, но в какой-то момент будут считать врагом государство, возможно, в одной моменте, да. Так, значит, надо по Белковскому, Михаил Петнев, дебозирует Михаила Петнева, а что за, не знаю про Белковского, расскажите, Евгений. А что думаете о Навальном, если у вас мысли, как его можно освободить? ну, Навального освободят только с личной санкцией Путина, ну, либо там, либо если Путин каким-то образом уйдет по власти. Значит, дальше, Евгений Чесрумянцев, да. Что такое да? Не понял. Можно ли переубедить убеженого пучениста, если так, ну, как? Тут вопрос в отдых изначальных. То есть, во-первых, собирается ли человек переубеждаться и собирается ли он как-то рефлексировать? как бы, можно точно так же, ну, столкнуться с каким-нибудь человеком противоположных взглядов, его так же не переубедят, и он там так же не будет рефлексировать. Вот, есть положение, он правильный, и все, я в не уверен. Значит, можно ли переубедить? это вопрос исключительно не... Чак, сейчас подождите. Не писали, мне сейчас немножко не нужно ответить. Идея хорошая, но я сейчас сведу стрим. Вот, привет всем. Значит, так, идею мы предложили. Вот, так вот, значит, продолжая, значит, в общем, свой рассказ, да, можно ли привить? Поэтому, самая большая, как бы, если есть задача, ну, в чем момент? Чтобы как-то переубедить, нужно сделать так, чтобы человеку не было некомфортно в переубеждении позиции. Потому что, если вы делаете человеку некомфортно, что он прям чувствует, зачем ты делаешь, что иди ты к черту, то он, конечно, никак переужаться не будет. Он будет еще более яростно отстаивать позицию. То есть, в ситуации, там, не знаю, что, как бы, что он должен быть переубеждением? Чтобы человек, вот там, не знаю, был за Путина, а теперь он будет за Навального? Ну, это сомнительно, что настолько можно. Но, например, чтобы на основе общих точек соприкосновения сказать, что война говно, и давайте мы там выведем войска, например, или там, ну, как бы, останавливаться. Вполне можно. Вот недавно был какой-то видос, скорее всего, он цепсошный, вот, но там был такой видос, типа, с тезисами, которые прям вот под пропаганду отлично ложатся, вот нынешнюю путинскую, что, типа, вот смотрите, и там как бы такая история, вот вы в Украине неонацисты, США их, значит, продолжали накачивать оружием, все это ужасно, и они вот специально все это делали, и Путина заманил ловушку, и он решил это ответить. И вот такие плохие американцы, и Китай, и они смотрят на это, и потирают ручки, как Россия будет становиться, значит, периферийной державой, они вот только это и хотят. А мы, значит, русские патриоты, мы не хотим этого, и самое лучшее, что мы можем сделать, типа, а, и там говорится, что там, является ли это победой? Нет, не является, типа, там, мы уже, там, теряем людей, теряем жизни, теряем технику, теряем финансы, все плохо, ужасно, типа, давайте остановимся, чтобы хотя бы совсем в ужасе не был. Только говорится, вот Китай, например, на ловушку американцев не повелся, когда там, Нэнси Пелленси в Танвайе приезжала, он туда войска, мол, не ввел, а вот Путин, типа, повелся. И вот, как бы, вот это общее соприкосновение, то есть, как бы, у человека есть какие-то, вот, фундаментальные принципы, которые он говорит о том, что, вот, смотрите, значит, там, я считаю, что там, на Украине нацисты, значит, Путин наш, значит, президент, мы, значит, правильно все мы делаем, значит, хорошо, я там за Россию, за русских, украинцев там, коклы ебаные и прочее. Как бы, окей, мы далеко не факт, что, может быть, мы его переберем вот в этих тезисах, но в каких-то тезисах, которых он может лавировать, вот мы эти моменты, где он не настолько нестабилен, вот мы можем им пользоваться, и вот так можно разрушать дальнейшую продлину. Вот такая, как бы, стратегия. Илья Канверк, Денис Мацуев реально талантливый пианист, или посредством с которым пропихнула тусовочка? О, хороший вопрос, значит, про Мацуева. Мацуев переоценен. Значит, надо тут пояснить еще несколько вещей, касательно, в принципе, российской фортепианной школы. Она действительно очень хорошая, буквально мирового уровня, абсолютно мирового уровня, и там, как бы, пианистов уровня Дениса Мацуева, ну, просто хоть жопой жуй. Проблема заключается в том, что все эти пианисты, в основном, они никак не реализуются. Их максимум, они будут работать с, там, концертмейстером в музыкалке, или, там, может быть, в училище, или в ГУЗе, там, и получать какие-нибудь, там, 50 тысяч рублей в месяц, может, там, 80. Может быть, на каких-то концертах исполняют что-то, и то не факт. То есть, как бы, вот, и консерватории не особо учат тому, чтобы они умели продавать, скажем так, себя и так далее. И многие, вот, разные чуваки, типа, вот, есть Саша Малафеев, такой, он не связан, никак, вроде, с олигархом Малафеевым, и он, есть видео в Ютубе, где он, там, в 16 лет играет треть конца и играет довольно неплохо. И потом он там, он сейчас, у него подписан контракт, типа, с Сони, значит, там, на запись, там, с Химах, и он, там, еще что-то, у него всякие, значит, человек состоялся уже, звезда. Буквально, вот, у меня одноклассник, с которым мы учились, он вот сейчас учится в консерватории. Значит, и он учится, там, на фортепианном, в полиции, он оказался первым за всю историю училища нашего хараола, кто вступил в консерваторию. И он как-то рассказывал историю, как он приходит на физру, а вот их там насчет физры что-то ебали очень сильно. И приходит Саша Малафеев, собственно, и он с ним на курсе учится. И там ему физру говорит, типа, ты чего не пришел? Типа, что тебе там две недели не было? Извините, я там на гастролях во Франции был такой, ничего не знаю, дик деканат, объяснительную пиши и прочее такое. Вот. Но его факт это факт. Но является ли там много ли есть пианистов уровня Саши Малафеева или Мацуева еще многих, ну, много кого? Много, огромное количество. Просто они вот не реализованы. И то есть буквально, то есть вот если попал человек в тусовку какую-то, который его распиарит, потому что это вот Малафеев, он один мацуевских школьников. Вот, да, у них все состоится, у них все будет хорошо. У остальных все будет казаться. Вот. Значит, дальше. Симпетили вы у кого-то в Твиттере, а была история с таким вот симпингом, который полностью был контролируемый, то есть там каждое сообщение согласовывалось в личке. Была одна ответовская, типа, кажется, Мисс Весна 2014, кажется, ее звали. Вот, и мы с ней как-то так обоюдно симпили пару дней, чтобы похайпить. Вот. Значит, дальше. Расскажи вкратце про зарождение деклассификации в армянском бенадиле. Не знаю, ничего про это. Все, очевидно, нарезка будет после стрима. Окей, нарезка питерская. А что за инцидент? Инцидент, инцидент за, значит, это инцидент про то, что в Твиттере начали обсуждать отзеркальную фотографию, где я, говоря, тост как-то как-то руку поставил. И, значит, на основе этого произошла, на основе этого собственно произошла некоторая перепалка в Твиттере, телеграм-каналов подхватили. Ну, я такой, я начал обижаться немножко и начал душнеть. И сказал, ну, хорошо, раз хотите поговорить, давайте поговорим. Давайте поговорим. Значит, да, значит, что у нас еще происходит? Какие-то тут у нас происходят какие-то мемасы. Сейчас мы прочитаем. Так, да, продолжаем. ждем, когда Роби сделают нарезку, которая будет мне отправиться. Забавный случай в генерации гей-баре. Значит, элегант, просто идея стрима Мацу исполняет первый концерт Чайковского Хэлл Паттенка. Кстати, первый концерт, ну, он хороший, но вот второй тоже хороший. Он проще, по, как бы, но он неплохой. У меня была история, когда работал у Каца и делал канал. Мне надо было поехать по делу как раз, и тогда такси было дешевое, пандемию. И я, значит, поехал, значит, я заказал такси, мне приехал какой-то там Комфорт Плюс, даже прям неожиданно. И я сказал, у вас можно музыку свою поставить? Да? Я поставил Сорокин Сарчаковский. Мы ехали, слушали Сорокин Сарчаковский. Значит, я доезжаю до места, значит, мне надо было только Каим разобрать или еще что-то, вот, и мне таксист говорит, спасибо большое, у вас отличный письмо. Спасибо. Вот. Ну, в общем, забавная история. Значит, так, как ты считаешь, какие ошибки совершили США с акционной политики? Я думаю, что началась вот эта истерия с момента, когда было переходное правительство от Трампа к, от демократов к Трампу. И там началась жуткая истерия, когда в общем, Трамп начал вот как-то так сильно зиговать, ну, в смысле, типа, вот, национальные интересы, мы это русне покажем и прочее. И там была какая штука, там вот, собственно, в этом, это все описано в Мюллер-репорте, собственно. Там часть замазана, потому что там ФБР сказали замазать, но Мюллер-репорт есть, он прям огромный, и там в том числе вот это описано. Там была такая история. Значит, вот вся эта, ну, как бы дальнейшая санкционная истерия, которая сильно подорвалась с 17-18 годов, началась, когда был переход правительств, и США отозвали своих дипломатов из Москвы, кажется. Ой, или выгнали российских, что-то такое, вот, да, что-то такое было. В общем, там что-то такое вот это произошло, и в итоге, но при этом какие-то американские дипломаты позвонили кому-то в Россию и сказали, друзья, вы наших, пожалуйста, не высылайте, типа, это у нас вот сейчас вот бушуют внутри политические штуки, сейчас все исправим, все будет нормально. И позвонил этот какой-то чувак по обороне, кажется, если я ничего не путаю, и он позвонил туда, это вот все рассказал, и он позвонил туда, типа, по обычному телефону, типа, посольству, кажется, российская, чтобы они не высылали, типа, ну, в общем, что-то там, короче, было, в общем, какая-то такая, ой, не в российской, или в Москву, не в штуке, вот, и потом это кто-то, значит, сказал, вот, смотрите, тут он агент Русни и прочее, и история началась дальше. И уже дальше Захарова начала на это все говорить, вот, там, американцы, это все прочее, как бы, все могло обойтись нормально, но вот началась и дальше все, и дальше ни одна из сторон не собралась отступать. Вот, ну, и дальше как бы началось, что, а дальше, а если говорить про санкции вот в плане послевоенных, ну, зачем виза мастер-кар заблочили и прочее, ну, просто зачем, чтобы русские страдали, ну, просто. Вот, Михаил как бы из музыки перешил политический движ, а, значит, история была такая, что я просто, не, я делал видосы разные 10 лет, то есть я учился в хоровом училище, параллельно делал видосы, делал сначала 10 лет, я делал ютубчик про обзоры видосов, как, как у Дэзи хорошо, потом делал техноблок с обзорами гаджетов, потом делал московский бомж и рассказывал про скидки акций в супермаркетах, потом я на этом забил, и потом я продолжал как-то монетизировать, и как-то начал еще там видосы смотреть и прочее, потом как-то написал твит в Твиттере, типа, сделал вот видос про Электробус, а горпроекты возьмите меня к себе, я делал в Твиттере их, и меня позвали, я прихожу, значит, мне сказали, приходи, я пришел, приходит КАЦ, спрашивает, типа, что ты за чел? Я такой, ну вот мне 16 лет, я Миша Петнев, типа, вот, ну это было там, вот, в 18-м году было, 5 лет назад, сейчас мне 21, а вот в общем 16 лет я вот в этом оказался, и он сказал, типа, ну давай делать видеоблог, и вот я два раза делал видеоблог, и в тусовку входил, и потом метропикет был, с которым меня часть общественности оппозиционно узнала, потом была кампания, но в 21-м году я руководил избирательным штабом, и в общем, как вот, в полиции, сейчас приемное дело, ну сейчас как-то, уйду на некоторое время, это всего это, так, после этого, еще закушай кошмар, не было перепалки, запиши трек с Монеточкой, или хотя бы совместный стрим с Маргиналом, с Маргиналом не знакомый, а с Монеточкой тоже не знакомый, к сожалению, или чаще, да, значит, значит, да, вот, так, что еще, Майкл Наккер, он скорее запишет трек с М8Л8ТХ, мол, наверное, тут какой-то, 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 что-то надо между строк прочитать, я не очень понял, наверное, так, задаем вопросы, да, присылайте, а то мы тут стримим, стримим, давайте, знаете, всем, есть номер карты в описании стрима, есть, можете ответить на вопрос про видео про Тбилисси, очень интересно, а какое видео про Тбилисси? А, нормально, какое видео про Тбилисси? Что за видео? Обидело ли это вас? Какое видео про Тбилисси? Расскажите, пожалуйста. Я не понимаю, в чем, что за видео про Тбилисси. Вы про слендер, который, который был, или что? Видео про Тбилисси? Что за видео? Я так, наверное, речь идет про видос, где был слендер про Тбилисси, где были основные мемы, какие-то, наверное, про него, и там была какая-то шутка про меня, вот, но, во-первых, ну, эту шутку придумал не я, ну, как бы ее сделали и фиг с ним, окей, а я консультировал этот видос, то есть, я несколько мемов туда придумал, то есть, как бы, ну, в смысле, я накинул, то есть, я потом какие-то даже правки вносил, ну, то есть, как бы, там, шутка, которую, там, про меня пошутили, что ли, что ли, вот, ну, так, тут чипсы, кстати, давайте пока, пока комменты, давайте чипсы пойдем. Приятного аппетита, так, ну и ставим лайки, друзья, а то чипсы едим, лайки ставим, но надо это делать, давайте, чтобы все было хорошо. Так, надо пролить еще в Твиттере, потому что, скорее всего, там что-то, там что-то, произошло нового. Так, значит, так, происходит, 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 всякое. Так, сейчас глянем, может, что-то там по, по это, по, значит, так, сидит, жрет зиганап, Иван Говнов пишет, ну, Иван Говнов, вы не правы, всего доброго. так, так, расскажи, почему Кац травит ФБК, ну, тут надо еще, ну, как бы, Кац в какой-то момент, приобретая, в какую-то субъектность политическую, он всегда, как бы, Кац в какой-то момент, в какой-то степени такой, человек инопланетянин во всей этой российской политике, потому что это максимально такое, буквально где угодно, Максим Кац приходит и говорит, а почему вы делаете вот так, надо вот так, и делает, причем, вот, то есть, как бы, и его там часто сет не любит, и прочее, вот, сейчас он просто, с целым и весело, вот, про это писать, хотя долгое время он там как-то, спевчик очень как-то, коннектился в Твиттере, там что-то говорил, как-то реплайл, вот, но как-то вот, видимо, не знаю, ну, не то, что не срослось у ХЗ, вот, ну, как бы, весело ему рассказывать про какие-то вещи, которые ему не кажутся правильными, типа, что там, зачем вы берете там кого-то, там, каждый раз, типа, вот, сегодня травят этого, сегодня твитерский реван, забывался в МУД, сегодня вот этого, ну, как бы, вот, весело, вот, как бы, у него-то все хорошо, вот, и с деньгами у него все хорошо, еще что-то, все замечательно. Так, про попам, тут просто сейчас надо посмотреть, что тут в этот, кто-то запутался в своей иронии, значит, что-то нехорошо пишут, про попам, так, значит, пам, про попам. Так, тут еще прописали, что-то зигу, скарализировать жест, гласный список, ну, ладно, так, так, да, оставить зигу, зиговать может только я, окей, Джейн Фокс, зигуйте на здоровье, хотя я это не одобряю. Значит, да, я так полагаю, будут много нарезок, видимо, стримов, тут уже начинают говорить, что всякому, окей, посмотрим, посмотрим. Николай Путнев, не я покупал Мерседес, интересно, работали я вдув. Ха, смешно. Пронируешь ли поступать в грузинский вуз? Думаю, что нет, я сейчас думаю, работу найти, в смысле, устроиться в коммерческое что-то. Вот, я думаю пойти на продакт, какой-нибудь стартап. Вот, как бы у меня есть видение продукта, я умею писать планы, стратегии и прочее, то есть, как бы, я думаю, что такое. Артем Уйманин, там про тебя? Что? Про меня? Что про меня? Где про меня? Что про меня? Не знаю. Кстати, да, вы, уважаемые пользователи, АЛ, вы ссылка? Какая ссылка? Выше? А какая ссылка выше? Я не вижу. Я не увидел. Тут чат. Артем, скинь в личку в Телеграме, пожалуйста, ссылку. Я не вижу. Реально. Вот, я просто не, нет, не, ща. Да, скинь, пожалуйста, я просто не понял, о чем речь, похоже. То есть, я со столами с карбоном тебе зашла, что? Чего? Такие? Что? Не понимаю. Так. Так. Блин, смешно. Тут нашли этот, есть, господи, Михаил Плетнев, типа, известный, который пианист, вот, и у него, его обвиняли в педофилии, и там вот есть видос, Михаил Плетнев, не педофил, не педофил. В общем, там спрашивали. Окей, понятно. Ладно. Значит, так. Кстати, да, запостили меня в паблик русской интеллигенции, я так вижу. Ну, что? Что поделать? Что поделать? Что поделать? Значит, что еще тут можно сказать? Так, ну, смотри, первые 30 секунд там угара, давайте посмотрим. Хорошо, давайте посмотрим. что-то там посмотрим. Скажу, что... пианист Михаил Плетнев, которого в Таиланде обвиняют в растлении несовершеннолетнего, сегодня наконец прокомментировал разгоревшийся вокруг него скандал. Музыкан дал пресс-конференцию после прилета в Москву. Он заявил, что обязательно вернется в Таиланд в назначенный судовом срок, чтобы доказать свою невиновность. При этом Плетнев не стал трясать, что однажды уже проходил по похожему делу на родине. Подробнее, Ольга Скобеева. Ольга Скобеева. Вот это... Приезжая домой после 9-часового перелета, Михаил Плетнев, который никак не комментировал этот громкий, некультурный скандал, все-таки решил ответить на все вопросы. Решил ответить на все вопросы. Буквально. Когда... Я не являюсь, кстати, этим, каким-либо родственником того Михаила Плетнева. Меня сейчас спрашивают, при этом я тоже дирижер по образованию, тоже умею играть на фортепиано, я тоже Михаил Плетнев, но я вот никак не родственник. Может, я не забиваю это. Так, что тут мысли? Об официальном обвинении тайского суда в совращении 14-летнего подростка всемирно известный российский музыкант говорит, узнал из интернета и до сих пор не понимает, в чем дело. Мне никто официально никаких обвинений как бы на бумаге написанных никогда не давал. Прочитал, в чем они состоят на самом деле. О злополучном дне, когда его стали называть не только пианистом, Плетнев рассказывает подробно. Как обычно отдыхал в тайском спортивном клубе, подошли полицейские, не вдаваясь в подробности, предъявили ордер на обыск. Неприятно, говорил сегодня Плетнев, но в итоге, как ему показалось, все закончилось благополучно, ведь ничего не нашли. Все слухи лауреат ремии Грэмми назвал провокацией. Я увидел, что, опять же, что оказывается... Смешно, окей. Я в ломер, что он недалеко падает. Я на самом деле не сильно изучал, что там, что-то за история, но вот этот видос я не видел. Окей, забавно. Так, а значит, тут в Твиттере что-то происходит. Кто-то опять не ожидал, что я младше кого-то. Окей. И, собственно, да. В общем, на этом... Зачем у них так реагируют? Да и черт с ним. Ладно. Реагирую, реагирую. Значит так, что у нас 17 тысяч показов Твита, который был про тосты. Я умер от кринжа. Оба инцидент. Парфан. Значит, мы кем были, тем и остаемся. Да, тут тем временем всякие персонажи типа Ильи Балунова, значит, Никита Скинхеда и еще кого-то говорят, что я дебил и прочее. Ну, черт с ними. Черт с ними, как бы. Вот. Значит, здесь на мониторе, да? Значит, так. Хорошо, понятно. Значит, значит, ну, понятно, да. Значит, расфорсились истории всякие, началось дальше, ну, что поделать. Окей. Хорошо. Хочу трек 55 от 55 промейшу, но я не настолько популярный, поэтому такие дела. Вот. В общем, вот, спустя время, кстати, да, спустя время буду, скорее всего, решу, я же доделал несколько дел важных, и в том числе, кстати, вот через два, наверное, дня у меня будет год в Тбилиси, и у меня будет на этот счет кое-что интересное, если я сумею доделать. Вот. Так что ждите, это такой анонс. Значит, дать, и тем временем, дать, спустя там, не знаю, недели две-три я, скорее всего, напишу про то, что еще работаю, и скину, собственно, что-то, наверное, продакт там куда-нибудь, либо джунном продакт, либо мидл продакт, вот. Так что, если что, прошу ретвитов, прошу ретвитов, прошу закидывания в какие-нибудь айтишные чаты, и да, это, наверное, вот то, что нужно, чтобы улетело в айтишный твиттер, то есть, я там, наверное, в трейде напишу, что я делал, всякие проекты, которые были сделаны, вот, ну и там, собственно, ну как бы я планирую, что, скорее всего, 15 где-то сабесов я прохожу, наверное, 15 отказов получу, наверное, 16 будет нормально, может быть, может быть, раньше получу работу. Вот, пока что такие дела, вот, поэтому такие вот вещи, поэтому, да, да, окей, значит, так, там твиттер, значит, мевсотниковский кринжует и говорит, вот, что это такое, значит, фиксный, значит, так, а знаете, что мы сделаем? Давайте мы будем записывать поздравления с днем рождения. Сейчас мы зайдем на фейсбук, и там наверняка будет так, что сегодня день рождения у кого-то. У кого-то? А у кого сегодня день рождения? Давайте посмотрим. Есть замечательная вкладка, которую я стараюсь открывать каждый день, но не всегда получается, и написано там facebook.com slash event slash bird days, и там, собственно, есть замечательный такой вот, ты смотришь, у кого сегодня день рождения. Надо их поздравить. А, нет, все, никого нового. Никого, по крайней мере, из тех, кого прям интересно поздравить сегодня нет. Окей. Ладно. Так, друзья, мне кажется, надо постепенно заканчивать. Два часа проговорили, мне кажется, получилось здорово. Мне кажется, получилось очень неплохо. За это время, да, действительно, какой-то там, видимо, хайп я некоторый приобрел, который немножко был неожиданный для меня. То есть, я как-то так перевернулся, вот началось, что такое. Ну, окей. Ладно, ладно. Значит, в публично, значит, пришел Шама, чувак, который, значит, очень добрый и прочее. Вот. Ну, как бы да, подписываемся на Телеграм-канал, донатим, значит, ждем завтрашнюю мою колонку, скорее всего, которую я напишу. Вот. Будет, скорее всего, да, текст такой обширный, большой на, ну, типа, тысяч десять, наверное, знаков. Вот. Приветствуем тех, кто подписался на Телегу, не вижу никого из, никого прям знаю. Вот. Ну, такие дела. Вот, все, друзья, мне кажется, давайте прощаться, если что-то есть еще спросить, напишите, но кажется, что уже нет. Мне кажется, здорово поговорили. Давайте тогда по утрам такое будем делать. Вот. Мне кажется, дело хорошее. И последнее, в чем сила? Слушайте, это хороший вопрос, давайте сейчас возможности признать ошибки, наверное, вот, в этом сила. Это очень сложно, как бы, потому что это буквально делать человека уязвимым, а возможность оказаться уязвимым, это очень сильно. Давайте, да, 1.53, здорово поговорили. На этом все. С вами был Михаил Плетнев. Подписываемся на этот канал, ставим лайк, добавляемся в Телеграм-канал, подписываемся на Твиттер, Инстаграм, подписываемся на подписку, чтобы донатить мне 3 доллара в месяц, а может быть, даже больше, если хотите, на то, чтобы у меня было чем, за что заплатить за интернет и коммуналку, вот, и на психотерапию тоже, поэтому, да, зацарим спасибо, спасибо вам, Алекс М, спасибо всем, кто пришел, не ожидал. Это пока, Мишка, всем удачи, всем спасибо, всем пока. Пока.